Добрый вечер! Добрый вечер, Мария! Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня мы по традиции хотим спросить наших телезрителей непосредственно по теме программы, озвученной Марией. Итак, мы задаем следующий вопрос в нашем интерактивном вопросе. Кто, по вашему мнению, может остановить застройку парков и заповедников? И есть три варианта ответа. Первый вариант. Если вы считаете, что это может сделать власть, используя силу закона, звоните по телефону 7-978-00-590. Если вы считаете, что главную роль в этом должен играть народ и общественники с помощью протестов и митингов, звоните по телефону 978-00-591. Ну и если вы считаете, что никто это не способен сделать, потому что это слишком лакомые куски, которые оставят кому нужно, звоните по телефону 978-00-592. Также напоминаю, что аналогичный опрос мы проводим в интернете, в группе телеканала Первый Крымский ВКонтакте. Те же самые варианты ответов. Ну и, конечно, призываем, как всегда, участвовать в дискуссии, в прямом эфире. Пишите ваши вопросы гостям в студии в комментариях в группе телеканала Первый Крымский ВКонтакте, в группе «Все как есть» в Фейсбуке. Мы постараемся озвучить их, передать. Ну и, конечно, можно также звонить в студию по телефону в Симферополе 6-00-909 и также задавать свои вопросы. Будьте активными, важная тема сегодня. Обязательно озвучим вопросы, тем более, что там того, что у нас присутствуют два мэра, Алушта и Феодосии. Дмитрий, предлагаю начать с вас, приглашаю вас к микрофону. Пожалуйста. Дмитрий Щепетков, глава администрации Феодосии, до назначения на эту должность занимал пост секретаря городского совета Феодосии. Депутат Феодосийского городского совета Автономной Республики Крым 5-6 созыва. По образованию врач. Трудовую деятельность начал в сфере образования, затем пошел работать по медицине. Был врачом-хирургом, главным врачом детской больницы с детской поликлиникой Управления здравоохранения Феодосийского городского совета. Еще раз здравствуйте. Дмитрий, на прошлой неделе у вас в городе прошли дни госсовета. И вот члены президиума дали достаточно высокую оценку вашей работе, назвав Феодосию одним из немногих регионов, где власть делает все правильно. Что же такого правильного вы, Дмитрий, делаете? Расскажите нам. Ну, наверняка. Не все мы делаем правильно. Но, тем не менее, вы в своем выступлении сказали о том, что Феодосия-Лушта – это регионы, где максимальное обращение жителей по вопросу незаконных размещений объектов, застройки. Думаю, на сегодняшний день тренд поменялся диаметрально. Как раз Феодосия, наверное, лидер из городов Крыма, где мы тотально разгружаем зоны прогулочные, зоны набережной, скверов и парков от находящихся там объектов. И сейчас как раз максимальное количество обращений идет со стороны предпринимателей, которые недовольны нашей принципиальной позиции. Абсолютно правильно. И когда у нас были дни Госсовета, так получилось, что год назад на большой встрече с партхозактивом города, на котором присутствовали предприниматели, Черняк Алексеев, председатель комиссии Госсовета по туризму, попенял нам на то громадное количество точек торговых, которые находились в Феодосии. Ну вот, чтобы было понятно, за, не скажу, снесли, не дали разместить мы порядка 400 временных объектов, 400 точек, которые все располагались в районе набережной проспекта Явазовского. Так что у нас сейчас как раз на 180 градусов все повернулось. И сейчас мы... Ну, хорошо, с набережной выгнали, да? Не скажу, что все корректно. Мы нашли места, мы их передислоцировали. Абсолютно правильно. Значит, предприниматели жалуются, что сами утвердили схему дислокации торговых павильонов и территорию отдали другим предпринимателям, посредникам, школьный комбинат и Рабус, которые продавали и продают места без проведения конкурса по ценам от 30 до 75 тысяч рублей за квадратный метр в сезон. Я докладываю. В украинские времена был такой момент, наверное, в течение последних пяти лет, когда первичное выделение земельных участков было невозможно. Был мораторий. То есть под коммерцию последних пять лет нельзя было выделить землю. И выделение земли коммунальным предприятиям, а потом передача в субаренду, либо размещение коммерсантов на этой земле, это был механизм, которым местные власти обходили этот запрет. А поставить временный объект просто на земельный участок было нельзя без земли. Именно поэтому в городе Феодосии, как я думаю, и в массе других городов Крыма, и мы общаясь с главами, я знаю, что такая была практика, выделяли земельные участки коммунальным предприятиям. И в Феодосии таковым предприятием был ведущий школьный комбинат. В чем была логика? Это предприятие, которое занимается специализированно питанием детей, и летом за счет сдачи в аренду не земли, а временных объектов, это предприятие привлекало порядка 5-7 миллионов рублей в гривном эквиваленте. Говорю, не в гривнах переводите в рубли, а уже в рублях. И эти деньги тратило на обновление оборудования, и вплоть до того, что на продукты питания детям. За счет чего было лучшее качество питания детей. На сегодняшний день это действительно пережиток. И я вам скажу, в этом году от 10 госактов отказался коммунальное предприятие, школьный комбинат. В частности, 235 лотков, которые стояли по набережной, по проспекту Ивазовского, они стояли на земле школьного комбината. Мною, как главой администрации, я не могу давать команду директору, но, скажем так, ультимативную просьбу порекомендовал. И на набережной десантников, напротив памятника десантникам, по проспекту Ивазовского, написал отказы от госактов, это арендуемая земли, школьный комбинат. На сегодняшний день из подшкольного комбината стоит, наверное, порядка точек 20 по городу, вместо 400 в прошлые годы. То есть в 20 раз количество уменьшилось. Получается, когда количество уменьшается, мы понимаем, что теперь для того, чтобы получить точку, нужно с кем-то подружиться хорошо. Остальные места идут на аукцион. Если до этого выбрали у конкретного субъекта хозяйственное без конкурса, ведь в чем была проблема? В том, что не было аукциона или конкурса. И предприниматель должен был договариваться идти с конкретным человеком. Сейчас мы выставляем все точки, уводим их из коммунальных предприятий и выставляем даже не на конкурсы, а на аукционы. Вчера в Феодосии был проведен первый аукцион 2-го числа по распределению экскурсионных точек. Я вам скажу, экскурсионщики сами вышли с этого, несколько опешившие тем, как они в прямом бою взвинтили цены. Вот там порядка 85-90 тысяч рублей за два квадратных места, за право поставить столик, где будет... То есть сами торговались и... Для нас это идеальная ситуация, мы это все сняли на камеру, взяли флешку, теперь у нас есть документ. Если будут вопросы, где-то было несправедливо, у нас есть видеозапись данного мероприятия. Для нас это идеальный вариант. Так, это выяснили. А теперь что там у нас в Феодосии с детсадом Бриз? С частным... Понятно, что это частный детсад, понятно, что это бизнес, это детсад для, по-моему, детей с отклонением зрения, да? Насколько я понимаю. Вообще скажу, как глава администрации, я сильный мобилизующий фактор нашего города. В каком отношении? Я помог сплотиться тем людям, которым я не очень нравлюсь. И так получилось, что и коммерсанты, которые ушли с набережной, и детский сад, и еще ряд, они являются... А они все сплочились и как раз против вас... Да, я очень хороший мобилизующий фактор, и мне я доволен, что я так сплотил... А таких полно у нас, пожалуйста, общественники, а лучше ты присутствует сейчас. Да, что я так сплотил вокруг себя, против себя людей. Это неплохо, хорошо, когда люди сплачиваются. Если говорить о детском саду, я великолепно знаю этот вопрос, поскольку, будучи секретарем горсовета... Вы как раз и подписывали. И курируя сферу образования, скажем, отчасти это мое детище, поскольку я глубоко убежден, что должны быть частные детские сады. Частные детские сады... Не только вы, и президент Владимир Путин тоже убежден. Он первый, а я второй. Да, поскольку это снимает нагрузку с бюджета. Главное, что детям есть куда пойти, но это платит не бюджет, а его обеспеченные родители ребенка. Поэтому я обеими руками за детские сады частные. Но, и я был тогда забойщиком, который протянул через сессию со второго раза скидку для детского сада. По закону Украины они должны были платить 10% от оценочной стоимости. Тектар земли в центре города, да? Не в центре города, район Крымской, улицы Крымской. Это не центр. Не центр его. А это абсолютно не важно, потому что это было бы важно в том случае, если бы мы убирали детский сад частный, чтобы построить там боулинг-клуб или стриптиз-барк. Но там рядом, подождите, там рядом строится дом. Вот тогда бы это было принципиально. Но рядом там строится дом, новостройка, и уже представители строительной компании приходят и говорят детскому саду, что вы тут как-то заборчик перенесите, нам тут места не хватает. Ну, возможно, это чьи-то фантазии, я вам говорю. Это муниципальный детский сад, типовой, рассчитанный на 130 детей. И другого функционала использования этого детского сада, кроме как детский сад, нет. Тем более, что в Феодосии стоит порядка 600 детей в возрасте от 3 до 7, и более 2000 детей стоит в очереди от 0 до 6 лет исключительно. Для нас проблема детских садов крайне актуальна. И главное камень преткновения в отношении с этим детским садом в следующем. Беря его в аренду, его брали ради двух целей. Летний лагерь был традиционно в этом детском саду, никого не читал детский сад. Просто мы обязали людей, когда они брали данные помещения, мы знали, что их основной бизнес – это летний лагерь. В этом нет ничего плохого, пусть будет. И частный медицинский центр. Но мы выставили условия, сделайте так, чтобы 90 детей городских ходило в ваш детский сад, и на этом условии, ради бога, занимайтесь попутными сферами бизнеса. Понятно. Как дело обстоит сейчас уже с ними? За три года мне один раз удалось попасть в этот детский сад, там закрыты глухие ворота. Может, надо было быть активнее, но вот, опять же, тактично. Я как раз не решу, чтобы никто не сказал, что мы потом вмешивались в дело этого детского сада. Я зашел, и по обуви мне не показали детей. Сказали, они спят, мы вам их им покажем. По обуви насчитал вот 20 пар обуви. Это было в прошлом году. Это был единственный вот такой мой контакт. Поэтому, на мой взгляд, детский сад создан для того, чтобы туда ходили дети. Если там будет, по расчетности. Возвращаясь все-таки к теме эфира, к застройке незаконной. Мы уже поняли, что некоторые предприниматели по поводу набережной негодуют, что их сносят. Но, тем не менее, наверняка есть в парковых зонах каких-то, да? Несомненно. То, что еще строилось при Украине, начиналось строиться. То, что вы, будучи секретарем в курсе дела, как люди получали разрешение и каким образом, да? И как давали команду, значит, выделить тот или иной земельный участок. Как сейчас обстоит с этим дело? Будете ли с этим бороться? Или уже живут эти монстры? Ну, сделаем пару шагов в историю. Так получилось, что депутатом я был, благодаря Иксуру Сергеевичу Тарасченко, мы друг друга замечательно знаем, от партии «Зеленых». Нас было двое. Со всего Крыма в городских советах было два депутата от партии «Зеленых». Это были я и мой сотрудник по партии. И дело в том, что на тот момент мы настолько были по-здоровому зомбированы, мы настолько были заряжены, ну, это как коммунист берет партбилет в руки, он уже автоматически говорит о снижении зарплат у социалки. Вот так и мы были заряжены. И в бытность ту мэром был Шайдеров Владимир Александрович. У нас были жесточайшие конфликты, жесточайшие споры. Мы срывали протягивание вопросов по земельным участкам. Благодаря нам мы сорвали выделение земельного участка в Комсомольском парке. И Комсомольский парк остался незастроенным. Мы трижды срывали проведение вопроса о строительстве на Золотом пляже. Вот это то, чем мы можем гордиться, и это прошло благодаря нам. Тем не менее, в Феодосии есть масса проблем. Я не скажу термин «незаконная застройка», потому что каким-то образом через суды, через какие-то инстанции люди парадоксальные вещи совершили. Есть госакты в трех метрах от уреза воды. Госакты под строительство. Это и есть. С этим глупо спорить. Сейчас мы сделали первый шаг. Правительство Крыма и Госсовет дали нам в руки механизм, создав комиссию. И нам достаточно не через механизм судов, а через механизм комиссии, выходя на Суминовскую комиссию, принимать решение о сносении законных объектов. Нам значительно упростили процедуру. И благодаря этой упрощенной процедуре... То есть вы можете собрать комиссию сами по себе? Нет, мы актируем. Мы актируем. Акты и первичную документацию... Отправляйте в Совмин? Привозим. Ну, отправляем, но присутствуем сами при рассмотрении. Присутствует прокуратура, присутствуют шереметписатели комиссии, специалисты... Ну, в общем-то, есть определенная комиссия, и эта комиссия решает оставить... Абсолютно изучая наши документы, рассматривая, снести или нет. А вот теперь вы прекрасно понимаете, что это застройка уважаемого в городе человека, и вы бы не хотели с ним ссориться, потому что вы так долго живете в Феодосии, и так его хорошо знаете. А это его, понимаешь ли, бизнес практически. Я вам скажу одну вещь. И вы же, конечно, не снесете эту строку. Рубикон пройден. Вот уже сейчас есть условных 300-400 человек, для которых я заклятый враг. Время всего оставит точки над «и». Мы найдем им места, они встанут. Но уже сейчас, вот я уверяю, плюс-минус один ничего не изменит. Важно, вот мы начали какое-то движение, мы дали импульс населению. Чтобы нам верили, мы должны дальше идти таким же путем. Я вам скажу, есть Форт Нокс, на берегу моря очень уважаемый человек. Мы выиграли суд по сносу пристройки и сауны. Сейчас на исполнении находится дело. Мы выиграли суд по возврату в первую линию моря, порядка 8 гектаров земли, Регина-Про. И мы удивлены тому, насколько российские суды не предвзят, насколько они четко работают. Мы, наконец, поверили в суды. Раньше мы знали, что можно все решать в судах. По поводу судов, да, и Алушта тоже верит. У них есть решение суда по поводу ТБО, это мы дальше обсудим. Я бы фото из Епатории хотела показать, застройка. Может быть, у вас точно так же. Вот евпаторийцы нам прислали фотографию, как вырубили деревья в парке и строят очередное кафе в пяти метрах от пляжа. Вот у вас такое же происходит? Нет, ну это не последовательное. Как раз таки вы услышали о том, что у нас другая проблема. Я вам больше того скажу. Где-то даже мы, наверное, перегнули с тем, что мы так зачистили набережную. Я уже хожу себе и думаю, не убрали ли мы ту инфраструктуру, которая нужна людям отдыхающим. Не убрали, море осталось. Я согласен. Но вот даже, я говорю, что, наверное, мы где-то перегнули палку. Поэтому новых объектов у нас нет дерева, чтобы постучать. Сейчас нет. И я уверен, в ближайшем будущем не появится. Только кроме тех земель, которые, возможно, были выделены 10-15 лет назад. И их не осваивали. Но даже по таким земельным участкам, о которых мы знаем, мы сейчас подаем в суды. У нас есть сквер около 13-й школы. С помощью прокуратуры мы судимся. Все время была под частную жилую застройку выделена. В районе санатория Министерства обороны был снесен парк. Мы тогда, как партия зеленых, остановили застройку. Это уже лет 6 прошло. Застройщика там нет. До сих пор дело в судах. И мы очень надеемся, что Министерство обороны выиграет этот суд. И вернет парковую зону себе. Мы не дали там построить. Заходили краны. Заходили, это к слову о балансе, власть-общественники. Вот вы задавали вопрос. Тогда, как общественники, когда власть была слаба, не мобилизована, не поддержана судами и вертикалью, власти было очень тяжело. Она была зачастую заложником. Политическая воля была в зачаточном состоянии. Сейчас, когда ты спиной чувствуешь прикрытие Госсовета и Совета Министров Крыма, Аксенова и Константинова, к нам приехал Константинов, я очень боялся, что к нему подойдут люди и скажут, Владимир Андреевич, давайте поставим, вот хоть еще на один сезон, к нему ринулась толпа. Я внутренне замер, думаю, ну сейчас вот все наши усилия, что мы три месяца, мы бились, там, СМС-ки нам писали, что это пойдет все прахом. Владимир Андреевич говорит, нет. Они делают все абсолютно правильно. Если это мы не сделаем сейчас, вот когда у людей есть вера в то, что в Крыму можно многое изменить, в следующем году мы этого не сделаем. Так, ну раз вспомнили Владимира Андреевича последнее, сказал он в интервью с журналистом, что оборонные предприятия, за счет которых в основном пополняется бюджет Феодосии, будут пополняться, получают заказы, люди работу и зарплату тоже имеют. Но вот нам звонили люди с завода «Море», говорят, зарплату не платят уже два месяца, детей кормить нечем. Действительно, в прошлом году за счет собственного бюджета Республики Крым, не за заказы, а вот просто в качестве безвозвратной финансовой помощи, понимая, что людям нужно кормить свои семьи, бюджет Республики Крым безвозвратно давал значительные суммы, я могу ошибиться, больше 50 миллионов только за воду «Море». Просто на выплату зарплаты. Не в кредит, не в суду, вот просто односторонне. Не поддерживал людей. А все это правильно. В этом году кредитование Республика Крым не делает, потому что уже понятен объем заказов. Строительство одного МЧСовского катера более двух миллиардов, строительство оборонных проектов. Не буду называть, ну... Но мы сейчас не о заводе, да. Самое главное, что... Что с людям делать, когда им выплатят зарплату? 9 миллионов инвестор, ну он не инвестор, а на заводе «Море» один из, скажем так, заказчиков. 9 миллионов загнал, это было месяц назад, и людям была выплачена не вся зарплата, но хотя бы текущие были покрыты. Действительно, долг есть, но как только эти заказы зайдут, это, я думаю, уже в течение ближайших месяцев, будут закрываться долги по зарплате. Спасибо. Главное, есть работа у заводов. Главное, да. Дмитрий, спасибо вам большое, присаживайтесь, но мы с вами не прощаемся, мы надеемся, что вы будете участвовать в дискуссии. Поскольку вы вспомнили общественников, я бы пригласила Андрея Карташова к микрофону общественника из Алушты, который нам расскажет о проблемах города. Андрей Карташов, алуштинский общественный деятель, участник событий «Крымской весны». В прошлом предприниматель выступает за здоровый образ жизни, уверен, достигать успеха и намеченных целей возможно, при этом оставаясь человеком. Андрей, еще раз здравствуйте. Я вас помню, вы как-то у нас сидели в зале и поднимали тему по поводу незаконной застройки в парковых зонах Алушты, например. Вот расскажите, что сейчас происходит в Алуште? Тема острая, общественность бурлит, очень много дискуссий на эту тему. Парки, в которых мы когда-то привыкли ходить, гулять, и мамы ходят с детьми, стали возводиться очень крупные высокие здания. Там по 15, это же, например, возле Шторма. У нас есть фотографии, я попрошу режиссера сейчас показать нам. Если это, я так понимаю, о чем вы говорите. Это Приморский парк. Да, это Приморский парк. Ну, там еще есть тоже Приморский парк. Вот такие вот у нас пейзажи появляются. Проблема в том, что когда обычный человек на своей законной земле, где у него есть госсакт, захочет построить себе гараж какой-нибудь там, одна-двухэтажный, от него потребуется брать весь пакет документов, выпьют ему так кровь, что он уже ничего не захочет строить, понимаете? Вот. Это нельзя, значит. А вот такое, получается, можно. А кто есть у нас, кто это строит? Может быть, это какой-то известный человек? А вот это сложно сказать. Нет, ну, такие крупные проекты, как правило, если строят, то от общественности не до конца известно, кто это строит. И вот у нас сегодня глава администрации Игорь Иванович Сотов есть. Может быть, он как-то приоткроет занавес. Кто собственник-то 15-этажного монстра? Расскажите нам, Игорь Иванович. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, действительно, проблема сегодня существует. Проблема давняя, она появилась не сегодня. И начали строить эти высотные здания не в 2014 году, не в 2015 году. Там пятно застройка как минимум с 2012-2013 года, есть даже с 2007 года. Если взять данный объект в Приморском парке, хотелось бы прокомментировать о том, что он все-таки построен на месте объекта недвижимости, который существовал там давным-давно. То есть это не была ни зеленая застройка, там ни деревья никто не сносил. Там действительно было кафе, там был старый жилой дом и прилегающая к нему площадка, на которой было возведено данное сооружение. Год принятия решения, если мне не измеряет память, как минимум 2007-й. Ну да, далековато, да. Да, там фермы Аркадий. Архитектора в городе, вероятно, тоже не было, если он разрешил. Ну, если мы сейчас сегодня поднимем архив, я уже не помню, кто был архитектором, трудно сегодня сказать о том, но тем не менее, действительно, эта застройка существует. Но я же говорю еще раз, этот дом строится не на зеленой зоне. Не на зеленой зоне. То есть, в принципе, как-то разобраться, сносить или подавать в суд нецелесообразно администрации города, потому что нарушений нет, как я понимаю. Вы понимаете, на сегодняшний день, когда мы, будем так говорить, пришли к власти, эти дома уже вот в таком существующем виде, они уже полностью завершены в возведении монолитной коробки. Ну так, в Севастополе взорвали и ничего? Ну, там есть необходимый весь пакет документов, разрешение на строительство, есть земельный участок отведенный, то есть там полный пакет документов, весь наличие. А вам чем он мешает, я не могу понять? Может быть, у вас это зависть какая-то, что вы квартирку там не прикупили? Понимаете, вот даже в Симферополе есть парковые зоны, есть где гулять, есть парк Гагарина, есть парк ТНУ, прекрасный парк, а в Алуште их уже почти не осталось. Я как-то мне попались, городостроительные нормы еще украинские, но я думаю, что они с российскими совпадают. Минимум от общей территории города, городской черты, минимум 40-45% даже зеленая зона занимать, парковая. У нас там, я не знаю, если это общественное, от общественных парков, у нас там, если процентов 5 наберется, 10, и то я сомневаюсь. Если, например, взять парк Санаторий Алуштинский, это не общественный парк, туда не пройдешь, там не погуляешь так спокойно. Парк, который вы сейчас показывали, высотка, там же, получается, она стоит на месте авиаказ. Она не просто стоит, она еще как бы увеличена. Но там в самом парке куча шалманов. Поставили там какие-то кафе, парк Менятюк. Про кафе и шалманы мы сейчас спросим у главы. А вот, Виктор Сергеевич, а вы знаете, что, оказывается, Алушта – это тот город, где зеленых насаждений в процентном соотношении меньше даже, чем в Москве, предположим, или в любом другом городе. А это курортный город, это город у моря, люди туда приезжают отдыхать. А такая вот хаотичная застройка. Что делать? Ну что, от того, что я буду знать, эта ситуация улучшится. Хорошо, что есть общественники. Пу знают и наши люди, и признают глава администрации. То, что это делается, это, конечно, огромное безобразие. Я полностью согласен с моим коллегой. Почему? Потому что должны быть биотические коридоры, должна быть проветриваемость, должны быть комфортные условия и для горожан, и для отдыхающих. Когда появляются такие монстры, все изменяется в худшую сторону. Понимаете? Города должны иметь… Они должны быть экологизированы, они должны быть гуманизированы, они должны создать… Особенно у нас Крыму. Поэтому то, что сегодня делается и в столице нашей, и во многих курортных городах, это идет, ну вот, вопреки заповедям великих наших философов мирового уровня, Аристотель говорил, города должны и охранять людей, и сделать их счастливыми. Вот такие монстры счастливыми людей не сделают. А давайте посмотрим аллею декабристов. Получите, у меня есть фотография. Где вот хочу, чтобы Игорь Иванович это тоже прокомментировал. Вот она, аллея декабристов. Там построены, я так понимаю, заборы, люди не могут ходить, идет какое-то строительство. Прохода нет, тупик, местные жители жалуются. Кто строит домишко? Ну, кто строит, там их масса. Масса сегодня застройщиков. Также приняты все решения. Я хотел бы сказать об одном, что нынешняя власть в лице главы администрации не подписан ни один документ о том, чтобы сегодня разрешить строить какое-нибудь сооружение. Не, ну, бачили очень шокувалось. Да, мы видим то, что сегодня творится. Мы видим действительно данную ситуацию. Там строятся коттеджи, самые разнообразные. Те же гаражи. Вот Андрей сегодня комментирует гаражи. А я бы хотел сказать, что Далалушта это не самый тоже легкий вопрос. Гаражи строятся сегодня везде и всюду. Потому что под гаражами, вы знаете, под сотку выделялись, ну, строительство гаража, а сверху это как минимум еще 2-3 этажа, где настраиваются, ну, будем говорить так, апартаменты, там можно их назвать, для дома, комната для отдыха. Это тоже глобальная проблема. Потому что на сегодняшний день это и в жилых микрорайонах есть у нас, мы боремся с этим, пытаемся. Нет, то, что есть проблема, то, что у нас есть наследие, мы об этом говорим, мы уже даже устали это говорить, мы устали об этом слышать, скажем так, да, как народ и власть нам постоянно об этом напоминает, что попалось, вот досталось такое вот наследие власти. Но тем не менее, что делать? Как сносить это все? Как бороться с этими коттеджами? Подавали ли вы заявление? Понимаете, что это зеленая зона? Нет, в данном случае по вот этой улице мы не занимались еще. Вот это у нас вопрос стоит на контроле. Мы сегодня занимаемся, как и Феодосия, береговой линией. У нас хватает там также проблем очень много. Вот, к сожалению, на береговой линии даже есть оформленные объекты права собственности. Такой даже факт есть. Сегодня уже пронаризированы, подготовлены документы и поданы уже в суд. Хотелось бы сказать о том, что мы в Приморском парке также подали на один участок, где должен был строиться еще один многоэтажный монстр. И мы решением суда выиграли иск. Земля стала за городом, это будет парковая зона. Это ниже гостиницы Таври. Совершенно верно. Да, тоже. Вот возбуждены люди. Была детская площадка. У нас это получилось. Оградили забором. Есть такой момент. Ну так значит, власть местная слышит. А я не скажу, что совсем все очень печально. Есть положительные моменты. Нельзя же говорить, что все совсем плохо. Вот, например, почистили вот эти торговые точки, палатки вот в центре города, там возле, ну в самом центре, там раньше пройти невозможно было. Почистили, на набережной почистили. Правда, надо теперь подумать, как создать рабочие места людям, у которых отобрали. Ну как в Феодосии тоже люди недовольны, конечно, кушать эти города. Конечно, люди же там не от хорошей жизни занимаются этими палаточными торговлей. Вот. И если бы вот эти даже монстры, которые строятся, если бы это хотя бы не жилые дома были, а были бы какие-нибудь там трех-четырехзвездочные отели, это были бы рабочие места, это были бы налоги в городской бюджет. А так там квартиры распродали. Так какой же инвестор пойдет, если вот такое состояние у города? Поэтому тут как палка двух концов. А вот насколько власть Алушты открыта, скажите? Вот вы как общественник, нам все рассказывают, что все слушают общественные организации, что у нас при любой администрации есть общественные организации, что власть готова услышать народ. Насколько в Алуште власть готова услышать народ? Как вам кажется? Ну. Честно только. Мне сложно дать объективную оценку, но учитывая то, что Игорь Иванович сегодня согласился прийти на передачу, это говорит уже о какой-то открытости, уже что он не прячется, не уходит там от ответа, ему есть что ответить, это уже большой плюс. Недавно был, скажем, митинг такой, который уже известен по всему Крыму, да, общественность возмущалась. Видите, вот какая-то такая двоякая ситуация. С одной стороны, общественность говорит, что не до конца слышит, а с другой стороны, вот мы видим сегодняшнюю передачу. Я вам хочу сказать, что мы, общественники, ждем принятия закона. Закон о контроле общественности. Там должен приняться... Об общественном контроле? Об общественном контроле. Он на материковой части России был принят еще год назад. У нас он должен быть принят где-то в течение месяца. Это развяжет общественникам руки, и тогда общественники смогут, ну, наш общественный актив сможет, по крайней мере, если будет такая возможность, проницировать референдум, общий, скажем, местный референдум, чтобы вот такие вот вопросы решались на местном референдуме, не на каких-то там слушаниях городских. Мне, на мой взгляд, они не до конца эффективны, эти слушания, потому что я не знаю, где о них оповещать. Я, например, знать не знал, что были слушания... А где оповещают? А еще в рабочее время, в 2 часа дня, когда человек с работы не будет. То есть, понимаете, приходят на такие слушания, как правило, определенная полоска людей, которые... Свои общественники. Да, свои общественники, которые... Вы знаете, для чего это. Чтобы поддержали то решение, которое надо принять. Поэтому и возникает у нас сейчас такой раскол общественности. Вот приняли общественные слушания, прошли, а сейчас общественность теперь... Мне даже некоторые общественники вообще приходят, там такое говорят, что вот там власть у нас вообще нас не слышит и так далее. Вот видите, слышите, Игорь Иванович, а вот митинг был. Я так понимаю, что негодовали по поводу вашей работы. Если комментировать, мы не должны расстраиваться, мы должны работать. И если действительно там есть реальное зерно, мы к нему всегда прислушиваемся. Но если комментирует админник, я хотел бы сказать, что... Ну, не совсем это была общественность Алушты, в полном слове этого я бы хотел выразиться. Там была определенная группа людей, которая была подготовленная... Как у Дмитрия Щепеткова, наверное, тоже с вами объединились. Да, я не боюсь это сказать сегодня в открытом эфире. Вот все об этом знают. Могу даже назвать по-фамильному, наверное, упущу это. Никому это не надо сегодня в студии, чтобы об этом говорить. То есть митинг был под определенным знаком вопроса, понимаете? Какой это был митинг? Так что, вас кто-то подсиживает, что ли? Ну, как подсиживает? Так нельзя сказать подсиживает. Если подсиживает, значит организовывается выбор альтернативный. Но тогда подсиживает. Это была дискуссия людей, которые выражали негодование по разным определенным своим причинам. Это я бы хотел сказать наше звено, которое находится в городском совете коммунистическая партия, представители ее. Вот я высказал о том, что я хотел сказать. Если комментировать сегодня действия этой одного депутата... Ну, не будем комментировать, поскольку у нас другая тема. Я думаю, что... Лучше бы он доказал свою работу делом, которую сделал для города. Возвращаясь, собственно, к застройке. Я бы, Андрей, еще хотите посыл какой-то сказать? Конечно. Ну, у нас есть вопросы тоже. Тоже в интернете много информации, там статьи различные, что в парке аттракционов собирается переносить колесо обозрения на набережную. Как вы это подтвердите или нет? Кому оно помешало? Потому что мне, например, оно не мешает жителям города, оно не мешает, если это действительно так. Вот. Я предполагаю, что оно, может быть, будет мешать тем людям, которые будут жить в этом здании напротив, квартиры купят себе. Тогда возникает вопрос, а что же это за люди-то такие будут покупать квартиры, сверх люди, что ради этих людей, получается, готовы не учитывать мнение остальных жителей, коренных. А вот вам какая разница, где будет стоять вот это вот, значит, круглое колесо? Я с детства ходил в парк. В парке или на набережную? Смотрите, вот я иду по набережной, крутится колесо. Мне там на голову плюют и разливают фипсикол. Зачем тебе это надо? Должна быть... Вот там парк, там всегда ходили, гуляли, люди с детьми и сейчас гуляют. Вот красочно описал, так, да? Так, Игорь Иванович, может, не надо, чтобы плевали там на людей? Значит, никто не переносит из парка колесо обозрения. Это совершенно новый проект. Действительно, он сегодня существует. Но я сегодня соглашаюсь с мнением Андрея. Я полностью поддерживаю позицию. Мы категорически против этого проекта. Я об этом заявляю официально. И мы всячески пытаемся, чтобы он не был осуществлен на сегодняшний день. Спасибо. А, пожалуйста, вопрос в зале. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы сучен Евгений, Муратолушта. Я бы хотел поприветствовать Игоря Ивановича. Давно с ним знакомый. Хочу сказать, вот в бытность его, скажем так, руководителем города, одним из руководителей, порядка стало больше. То есть очистились места, где палаток было такое огромное количество, вообще не просматривалась там какая-то территория. Сейчас хоть деревья стали видны, о которых мы сегодня говорим. Проблема, конечно, есть. И да, там большинство из них досталось наследство от прежней власти. Ну, я хотел бы просто пожелать во время каких-то принятия решений в будущем, да, когда станет вопрос там об очередном каком-то строительстве, хотелось бы вам пожелать при принятии каких-то решений или отказе от них, да, там, людям, вспомнить о том, что как бы у вас есть дети и внуки, да, и когда-нибудь им придется гулять, возможно, в тех местах, где уже вообще не останется таких островков зеленых, просто каменные джунгли будут везде, эти бетонные коробки. Просто руководствуйтесь, как бы, да, там, немножко не, ну, такими понятиями, там, после нас хоть трава не растет, хоть потоп, да, а немножко думая о будущем, тогда как бы мы сохраним, примножим какие-то там зеленые зоны, да, и я думаю, тогда будет всем хорошо, и отдыхающим, и местным жителям. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, я приехал в город, я в городе уже живу давно, и я ничего не сделаю такого, чтобы городу было плохо. И никогда не делал, кстати. Мы надеемся на это, конечно. Здесь я не поспорю, Алушинцы знают Игоря Ивановича, еще когда он возглавлял коммунальное предприятие города. Все, сейчас расхорили Игоря Ивановича, что вы пришли-то сюда ругать Игоря Ивановича или хвалить? Нет, он хозяйственник, да, но тот беспредел, что сегодня творится, он вызывает массу критики и вопросов. И мне кажется, что здесь, вот у меня, я не могу похвастаться глубиной знаний вот этих тонких процессуальных моментов, потому как там принятие вот этих всех решений, но мне очевидно из элементарной логики, что этого безобразия быть не должно. Это любому нормальному человеку понятно. И есть просто политическое решение. Вот чтобы этого не было больше, чтобы вообще вот лично мое мнение, и многих там горожан эти дома надо снести, вот любой ценой снести, да, но хотя бы не дать как минимум, чтобы такие прецеденты повторялись вновь. Вот, должно быть политическое решение. Я вообще, честно говоря, не особо понимаю, как, вот многие говорят, вот власти города Алушта, как власти города Алушта могли сами такое все замутить. Это же не ларек с семечками поставить, это же серьезные вещи. Я так думаю, что нужно было... А где же эти общественники и вы были, когда власти предыдущие это все строили и делали, между прочим? Надо было тогда митинги собирать и рассказывать им, как руководить. Вы помните, как при предыдущей власти решались вопросы? Я вот остановлюсь только на одном. Охотничий клуб «Кедр», когда нагло, беспринципно, просто с третьей попытки приняли вот это безобразное решение, когда передали лесные угодья под какую-то там под охоту. Людям даже по грибочке не было возможности туда сходить. Там ездили лесники на квадроциклах и никого туда не пускали. Депутаты не хотели принимать это решение, пока их там не вызвали, не нагнули, и они начали потом уже принять, проголосовали за это. Вот так вот раньше. Сейчас хотелось бы, конечно, чтобы немножко к общественности больше. И я надеюсь, если этот закон примут, то у нас будет больше полномочий, и мы сможем инициировать проведение референдума на местном уровне. Андрей, спасибо вам большое. Мы с вами не прощаемся, присаживайтесь. Я думаю, что благодаря таким общественникам, как вы, если бы в каждом городе были такие люди, я думаю, чтобы с места что-то бы сдвинулось, потому что мы из каждого города всегда приглашаем представителей общественности, но не все соглашаются прийти и высказать свое мнение. Поэтому вам огромное спасибо. Я вижу микрофон. Пожалуйста. Студия, добрый вечер, уважаемые мэры. Романенко Андрей, город Керчь. Я тоже представитель общественности. Здалека вы. Здравствуйте. Да, мы приехали тут целой делегацией, нас мнения разделились, поэтому будем стараться обсудить все стороны. Как вам там живется? Ну, хотелось бы лучше. К сожалению, нет городского головы сегодня, который бы представлял наш город. Не приглашали, но пригласим обязательно. Будем очень надеяться. В продолжении темы, безусловно, тема очень важная, тема нужная, и дело это положительное. Но, как показал первый же приезд вице-премьера, да, вот у нас, общество мгновенно раскололось на две части. Вот этим законом, о котором говорил многоуважаемый Дмитрий Мерфеодосий, да, власть дала себе некую вилку, кого, скажем так, сносить, а кого можно не сносить. Кого казнить, кого помиловать. Да, кого казнить, кого помиловать. И теперь вот этот скипетр, он немножко оказался в руках, как бы, и ситуация получилась двоякая. Почему? Есть у нас, так же, как и в любом, наверное, городе в Крыму, огромные здания, огромные, которые строят, ну, довольно известные корпорации, мы не будем сейчас их называть, которые тысячами квадратных метров застраивают прям кромку воды, да. И есть какие-то, как уже говорили, небольшие, может быть, какие-то строения, двухэтажные гаражи, которые достались, наследство еще, может быть, там, от Советского Союза. Или частные какие-то домовладения, которые как-то достраивают, перестраивают, да. И вот почему-то мимо вот этих тысячных квадратных метров власть проехала мимо и сделала вид, что их нет. А вот этот домоклов-меч, он как раз занесен сейчас непосредственно частниками. Вот. Те, которые, скажем так, беззащитные, да, которым тяжелее сопротивляться. То есть как быть вот в этой ситуации? Кого будем казнить, кого будем миловать? Спасибо большое. А позвольте? Да, пожалуйста. Вы задали вопрос, Мария, говоря о том, что люди живут в одном городе, вы давно живете, я родился в Феодосии, связи. Однозначно волна общественности должна быть, должно быть общественное мнение. И вот правильно сказали вы, есть какой-то объект-раздражитель, за которым, возможно, стоит кто-то великий. И местной власти придает не то, что уверенность, а возможность действовать достаточно жестко, безальтернативно, когда есть сформированное безальтернативное общественное мнение. Когда общественность пишет, говорит, законные пикеты устраивает, у власти появляется возможность сказать, вы знаете, как общественность относится, мы этого не можем скинуть со счетов. Поэтому роль общественности принципиально в таких вопросах. И зачастую, прости господи, но местная власть даже где-то кулуарно может формировать и подталкивать общественность, говоря, помогите нам, сформируйте по данному объекту общественное мнение. Это тоже есть. Ну правда, не говорить, не в интернете писать, не жаловаться, а действительно приходить, писать представителям власти. Любые проявления общественной активности. Что раз, как вы уже сказали, что наследство такое нам досталось после Украины, да, то есть, ну, как, не мое мнение, как общественника, то тогда и вот такие вопросы, кого казнить, кого миловать, давайте решать, может быть, совместно, да, потому что, ну, не всегда у руководства республики есть, может быть, объективная информация, может быть, неверная, как-то истолкованная, да, и в результате простые люди, которые могут пострадать. Вот я вижу, как бы, мой товарищ, как бы, который приехал со мной, ему тоже есть что сказать. Коллега тоже хочет сказать, у вас есть микрофон, пожалуйста, скажите. Если есть, можно, пожалуйста, слово. Депутаты горсовета Круглов Андрей Валерьевич от партии «Единая Россия». Ну, я хотел бы сразу главе администрации Феодосии сказать, в его выступлении прозвучало, что вот если приехал Владимир Андреевич, все, у нас, я испугался, я перепугался, власть не должна бояться, она должна ли принимать, или не принимать решение. Это вам, как бы, вы сказали, вот приехал, я думал, что же скажут люди, то есть, вы не должны бояться, вы глава администрации. А вам, вот, когда вы произнесли общественник, что депутатов надо нагнуть, и они примут решение, так у нас так в Керчи и получается. У нас на 20-й сессии, которая прошла 28-го числа, так и сделали. То есть, когда увидели, что большая часть фракции «Единая Россия» за то, чтобы сегодня не сносить собственными руками объекты, которые построены в 67-м году, то есть, была вызвана тяжелая артиллерия в лице вице-премьера Крыма, который приехал на сессию, и когда у нас после второй сессии вообще не было телевидения в зале, никогда, чтобы народ не видел, что происходит в сессии в Керчи, на сессиях в Керчи, какие решения принимаются, так почему-то появилось телевидение, на нас, на всех депутатов были направлены камеры, для того, чтобы отчитаться, как нам сказали, и перед сессией нам сказали, что это решение первого лица, о сносе по улице Прибойной 2. Так а чем вы недовольны? Снесли? Или наоборот? Как это снесли? Нашими руками, так как прокуратура Керчи проиграла все исковые заявления, которые были по данной улице, то есть, они решили руками... Так строение незаконное? Строение законное, потому что эти строения, то есть, были с 67-68 года, то есть, сегодня они преобразовались, они не стали, скажем, в том виде, как говорит сегодня вице-премьер, что они должны быть приведены в обратное свое, как бы, начальное... Ну нет, у нас представителей другой стороны, которая бы вам оппонировала, и, может быть, доказывала, что они незаконные, поэтому, к сожалению, я тоже не владею этой ситуацией. То есть, сегодня надо эти вопросы решать через суды. И, как сказал глава администрации Феодосии, да, похвалил, что суды сегодня российские действительно хорошо работают, это действительно, наверное, так, но не всегда. В Керчи этого не всегда увидишь. Поэтому пусть прокуратура решает через суды. Здрасте у вас в Керчи, конечно, не шуточные. Так потому что забирают сегодня объекты. Пожалуйста. Я шел на выборы, то есть, я говорил, что я предприниматель, помимо того, что я буду депутатом, я предприниматель. А сегодня то здание... Так у вас шкурный вопрос, получается? Нет, нет. То есть, сегодня сносят объекты, сегодня забирают здание, никакой не шкурный, это люди, это предприниматели. Так вот, совет министров Крыма, идя на выборы, то есть, писал 10 принципов, если мы пойдем в Россию. Ну, я готова это обсудить, давайте обсудим, пригласим Керчь, город точно так же сделаем, пригласим мэра, и тогда мы поднимем эту тему. Мы не можем, с вами у вас нет человека, который бы рассказал другую точку зрения, мы даже не понимаем, о каком объекте говорим, и нет фотографии. Я готова поднять этот вопрос, вот так, как мы обещали общественнику поднять вопрос. Хорошо, но глава администрации в любом городе выбирает депутатский корпус. И поэтому сегодня нас 28 депутатов Керчи, то есть, мы выбирали главу администрации, и он должен на страже закона в городе стоять. Так перевиберите, господи, в Красноперекопске он недавно... Не так легко, потому что все боятся Владимира Андреевича. Пожалуйста. Добрый вечер, студия. Добрый вечер, студия. Андрей Черкасов, город Керчь. Да как, что ж, вас много сегодня, молодцы. Ситуация действительно комичная по Керчи. Будучи адвокатом, я являлся представителем лодочного кооператива, о котором сейчас в настоящее время говорят коллеги, и относительно вопроса, которого принималось решение сессии Керченского городского совета. Вопрос не стоял о сносе перед депутатами Керченского городского совета, вопрос стоял о расторжении договора аренды земельного участка, расположенного под этим объектом. И чем же комичность этой ситуации? Вопрос о сносе лодочного кооператива как такового уже разрешен в судебном порядке, согласно ископрокурора. Я хочу вас прервать. Мы говорим о какой-то конкретной проблеме. Давайте в глобальном плане, вы нам расскажите лучше, что в Керче происходит. Сносят ли какие-то в прибрежной зоне те, может быть, какие-то палатки предпринимателей? Сколько этажей было у этих гаражей лодочных? Что что? Вот даже не знаю темы. Сколько? Сколько было этажей у этих лодочных гаражей? Вот на вскидку. Ну да. Лодочные кооперативы. Гаражи были минимум этажей. Сколько было этажей? Трехэтажные, двухэтажные. Видите, я в десятку знаю специфику гаражей. Ну подождите, не должен же лодочный гараж представлять из себя железную коробку, в которой только должна находиться лодка. Тяжело нам спорить, потому что мы не знаем, о чем мы говорим. Вы, если не говорите о конкретной ситуации, потому что мы опять-таки не в курсе, как дела обстоят в городе, вы лучше нам расскажите. Ну и читая в средствах массовой информации относительно города Керчи, можно видеть определенную военную хронику, так называемую. Заявление властей о том, что сносятся гаражи, сносятся объекты строительства дома. Ну так что плохого, архитектуру сейчас почистят, почистят и все. Ну так а что же хорошего, где люди будут-то жить, если сносят в том числе. Следующее. Опять же, в средствах массовой информации указано, что без каких-либо причин с объекта выгоняют людей. На территорию этих объектов заходят представители многоуважаемой нами самообороны. Вот, в том числе. Сейчас подавите, они на первом ряду тут оказались, и отчревато они надо. Может, представители. Ну, точные трехэтажные игры. Понятно. С маленького центра обстоят очень тревожно в Керчи. Спасибо большое, что вы приехали к нам издалека. Я предлагаю поднять тему с Керчи еще раз в нашем эфире, мы обязательно вас пригласим. Возвращаясь к застройке все-таки в парковой зоне, я предлагаю послушать мнение крымчан. Как они считают, можно ли спасти парки и заповедники от застройки? Давайте послушаем их мнение и вернемся в студию. А законных методов что, нету, разве? Я думаю, прежде всего, помимо самосознания граждан, которое как бы должно априори присутствовать, неплохо было бы, скажем, службам, которые обязаны за этим смотреть. А они такие должны быть по определению, раз у нас страна и у этой страны есть законы, то есть и служба, которая должна за этим смотреть. То есть она должна заниматься своим делом, своей прямой работой, за что они получают деньги. По-моему, их не застраивают. Власть поменять. Они приходят туда просто строить, без разрешительных документов, да? Ну тогда, если нету разрешения, значит просто ломать. И садить на это место деревья, кустарники и все. Если простой народ будет иметь право голоса, реальное право голоса, вот, то в этом случае, в этом случае будут решены очень многие вопросы. И вопросы коррупции, и вопросы спасения парков. Я из Дагестана, из Махачкала. У вас здесь все прекрасно. У вас президент Аксенов все вам делает, я вижу уже. Я очень рад. Меньше взятки брать и давать. То, что правительство, наверное, занялось этим вопросом, потому что нашим детям гулять негде, честно сказать. Чтоб качельки сделали, горку хорошую. Существуют определенные законы, просто нужно их соблюдать. Ничего не помогает. Парковая зона – это то, что предназначено для всех людей. Почему она должна быть в частной собственности кого-то? Глупость. Поэтому, я говорю, только люди могут это решить. Вот я смотрю, в Ялте поднимаются, в Форосе, везде, это же везде показывают. Запретить хаотичную застройку. Чем больше будем молчать, тем меньше будет происходить, ну, как больше будет происходить того, чего мы не желаем. Честно, я даже не знаю. Потому что кому нужно, кому выгодно, те построят, несмотря ни на что. Ни на людей, ни на природу. Дима, вижу у тебя микрофон в руках, значит, есть вопрос. Реакция телезрителей, пишут в комментариях. И вот очень неожиданный, на самом деле, вопрос. Михаил ВКонтакте озвучил. А почему, собственно, нельзя застраивать скверы и парки? Вот расскажите, пожалуйста, какие существуют законодательные ограничения? Вот, кстати, Василий Анатольевич нам расскажет, почему нельзя застраивать. Ну, во-первых, парк, парк, это, будем говорить, разновидность особо охраняемой природной территории. Парк имеет свой проект, свою разбивку. И, соответственно, вся деятельность, которая осуществляется в парке, она строго регламентируется. Вот мы явились свидетелями того, как Южнобережье потеряло целую группу уникальных парков. Это Ливадийский парк частично, это Масандровский парк, Мисхорский парк. Как происходила схема отжима земли там? То есть была задача не сохранить, а была задача украсть. И вся программа по отжиму земли очень эффективно работала. Депутатский корпус, куда, я имею в виду поселковых советов, принимал решение о том, что выделить участок. Хотя тут же возникал судебный иск от администрации парков. Как бы, да. Депутаты отклоняли. А если искать в суд? Шли в суд. Но в связи с тем, что границы не определены. То есть имелась определенная правовая коллизия. И, пользуясь ей, суды очень эффективно решали вопросы в части от передачи участков. А, кстати, как сейчас? Есть планы городов? План города Лушты и Феодосии, они есть? Генпланы. Общий документ. Он не детализирует, вот правильно сказано. И мы в свое время в городе ряд парков даже определили границы парка. И тогда появляется такой документ, землеустроительная документация, где есть прямо в координатах границы парка и статус данной зоны как парковой. То есть это есть Феодосия, это документ? Единичные объекты. Но я думаю, что это вообще уникальный случай, когда вот мы в свободные парки без администрации. Вот парки Южного Бережья, это немножко другие, это предприятия, администрации. А мы просто вот кусок зеленой зоны, делали ему границы, утверждали сессии. У нас есть ряд таких объектов, где есть границы парка определены. Ну да. На сегодняшний день, это единичный случай. У нас также было принято решение еще в 2008 году определение границ парка. Но, к сожалению, оно попозже было протестовано прокуратурой. Это решение было отменено. В связи с чем появились вот эти вот монстры, которые сегодня должны быть запрещены категорически. На сегодняшний день, это одна из самых больных и самых насущных проблем всех заповедников, кадастрирование и это вынос границ в натуру. Это очень недешевый процесс. Ну, если взять вот на примере Ялтинского горно-лесного природного заповедника, это порядка 20 миллионов, это только вынос. Мне кажется, просто кому-то это невыгодно делать, потому что, когда уже границы видны, и это все ясно, то понятное дело, что как бы тут кто-то земельку не получит. Вы понимаете, в чем дело, что на сегодняшний день уже говорить о том, выгодно или невыгодно, мы уже этот вопрос не обсуждаем, потому что ситуация заморожена. В каком смысле? То есть мы уже видим динамику, нигде самозахватов нету на данный момент. Но до 2013 года мы имеем по Ялтинскому горно-лесному заповеднику порядка 42 гектар самозахватов разных форм. Или это там поляны протеста были организованы, или это строительство торговых точек на плато Ай-Петри, или это всем известное звездное небо, когда власть придержащие пытались, ну не пытались, они фактически жестким администрированием зашли на территорию Ялтинского горно-лесного заповеднику. Понятно, схему мы понимаем, что она была раньше, и мы понимаем проблему. Но сейчас эта проблема осталась, потому что, опять-таки, нет границ, и эта схема может продолжаться. Даже сейчас. Значит, ситуация повернулась, вот, как говорил коллега, будем говорить, диаметрально противоположную сторону. На сегодняшний день прокуратура выступает в интересах государства, в интересах государства, то есть это возврат тех территорий, это вот на сегодняшний день порядка 25 дел находятся в судах разной инстанции. Уже на сегодняшний день у нас выиграно одно дело по Гаспре, где волевым решением Гаспринский поселковый совет выделил земли под частную застройку. Это когда было? В 2014 году. Так, а Гаспринская вся эта плеяда, которая это все делала, они сейчас в мэрии Ялты сидят, вот с них бы и спросить. Ну, это уже вопрос фискальных органов. Знаете, в чем проблема? Вот есть термин подснежник, да? И проблема сейчас наша в том, что, вот я по городу Феодосия знаю, в шестом-седьмом годах выделялась масса земельных участков, которые до сегодняшнего дня не освоены. Вот в Феодосии есть такое место, бульварная горка. Это недалеко от набережной, светомузыкального фонтана. Вся эта бульварная горка сейчас выглядит, как заброшенный пустырь. Хотя перспектива была бы замечательного парка в центре города. Но вся эта бульварная горка роздана на госакты под строительство. И вот эту петь песню, что это не мы, как они говорят, попередники, это сделали до нас, это не солидно для человека, который во власти сейчас. А тем не менее, что остается нам? Это шестой-седьмой год. Выделено там порядка 15 госактов. Население этого не знает. Но завтра, когда туда придут застройщики и начнут строиться, у них госакты. И проблема здесь в том, что, согласно российскому законодательству, три года неосвоения земельного участка ты можешь подать в суд и вернуть. И это правильно? Это абсолютно правильно. Но, к сожалению, эти три года наступают только от момента вступления Крыма в состав России. То есть прошел только год. Получается, у этих людей есть два года. И вот для нас, как для местной власти, это большая проблема. Потому что, если бы это было три года от момента выделения, я вас уверяю, уже был бы сейчас просто шквал обращения нас, как администрации, в суды. И я бы уверен, что мы бы отыграли бы, большинство выиграли бы. Дел есть не освоение. А так мы сидим и ждем законных оснований у нас подать в суд и отменить те решения. Тем более, есть масса уже вторичной, третичной продажи. Люди, зная, что это проблемное место, уже дважды, трижды продали участок. А вот эта комиссия совминовская, она касается только временных объектов. А, временных. Временных. Если говорить о капитальных объектах, постоянных, на которых есть право собственности, То есть это суд только? Это только суд. Все, мы сели. Вытекает вопрос из этого. Вот вы говорите, нельзя отменить эти решения, да? Нет, бессмысленно отменять. Ну, бессмысленно. Уже есть госакты на руках. Вот громкие такие национализации. Забирают у Коломойского объекты какие-то там. Национализировали Укртелеком. То есть вот такие серьезные объекты. Нет, но мы-то знаем, почему это стратегические объекты. Это как бы немножко другая. Украинская раз и подоплек абсолютно правильно. А здесь это гражданин России. Он живет в Крыму. У него есть госакт на земельный участок. Национализировать, это нереально. Это правда, тут другая история. Давайте послушаем еще граждан России. Вот начинают задать люди вопросы по конкретным проблемам прибрежных городов. Не только по застройке зеленой зоны. Хочу озвучить. Ксения пишет в фейсбуке. Мы жители улицы Школьной и Саранчево в городе Алушта обеспокоены сложившейся ситуацией с ремонтом аварийного моста. Уже год выезжают со своих улиц по крутому подъему. Мало того, что скоро будет год, как мост перекрыт для проезда. На данный момент еще сломаны похищенные перила. По каждый день, рискуя жизнью, проходит очень много жителей всего микрорайона. Ответ получаем, что деньги на ремонт будут в 2015 году. Уже как бы вторая половина года начинается. Улица Школьная и Саранчево в городе Саранчево. Ну и говорят, что строятся многоэтажки в парковых зонах, а то, что надо бы построить или отремонтировать, как бы его сына не там. Прекрасно владеем вопросом. Действительно, целый год там уже перекрыт мост из аварийного состояния, потому что срок эксплуатации его уже вышел, и там существует угроза, что может быть провала. Он был по техническим председателям перекрыт. Мы планируем за счет средств федерального бюджета, которые будут выделены на ремонт дорог в городе Алуште, и в этом году восстановить этот мост. Игорь Иванович, ну раз вы продолжили уже дискуссию, я приглашаю вас к микрофону, чтобы мы обсудили Алушту и дальше продолжили по паркам говорить. Игорь Сотов, глава администрации Алушты. До этого занимал должность начальника коммунального предприятия Управления городского хозяйства. Был главным инженером комбината благоустройства объединения Алушта-курорт. Занимал должность заведующего Алуштинским отделом комсомольских организаций по образованию инженер-строитель. Игорь Иванович, ну еще раз здравствуйте. Вы уже отвечали, ответили на вопрос. Вот мне занесли вопросы по Алуште. Могу зачитать от телезрителей. Алушта, когда по улицам пройдет Аксенов, у нас самый грязный город, у нас платные пляжи, когда решат этот вопрос, кстати, с пляжем. И вот вторая тоже, вторая реплика. Алуштинцы говорят, Алушта грязная. Особенно восточная сторона. Ну, вы знаете, я совершенно не соглашусь с мнением, что Алушта... Алушта сами не пытались не сорить? Что Алушта грязный город. Вы приедете к нам, выйдете на центральную набережную, на западную набережную. Ну, есть проблема, конечно, восточной набережной. Это речь идет, конечно, о той территории, которая принадлежала сельскому совету, Лучистовскому сельскому совету. Действительно, у нас есть проблема. Вот, эта территория нуждается сегодня в реконструкции. Там нужны федеральные средства в большом количестве. Когда нас посещал глава госсовета Константин Владимир Андреевич, мы озвучили эту проблему, показывали ее. У нас даже есть разработан проект о документации. В принципе, мы получили на нее положительный ответ в той части, что поэтапно нам будут предусмотрены в дальнейшем денежные средства на реконструкцию в Восточной набережной, в районе от пляжа Ветеран и туда дальше, на восток. Вот честно, я хочу еще вот у вас уточнить и у Феодосии, у Дмитрия. Мы постоянно читаем в прессе. Мы постоянно слышим заявления о том, что деньги выделяются, что и Российская Федерация помогает, и столько-то денег выделено, и столько-то денег из такого бюджета, из такого бюджета, из такого бюджета. Все мэры приезжают и рассказывают, что денег нет, что невозможно освоить и так далее. Что происходит? Марина, вы совершенно говорите в общем плане. Если брать конкретное направление, конечно, денежные средства предусмотрены, просто есть многообразие разных федеральных целевых программ. То есть, если выделено на одно, вы не можете потратить на другое? Давайте объясним это зрителям. Целевая программа, она есть целевая, то есть на конкретный объект. Если, например, сегодня деньги предусмотрены на конституционные сооружения, они будут реконструированы и должны быть потратены только на реконструкцию канализационных сооружений, а не на реконструкцию Восточной набережной. Я же говорю, что данный вопрос озвучен, и мы разработали сегодня уже проектную документацию, и обращаемся в совет на, естественно, 2016 год о выделении соответствующей субвенции по набережной Восточного побережья. По поводу застройки незаконной мы уже с вами поговорили города. Может быть, были случаи, когда вы выигрывали суд какой-то уже и будете сносить какую-то незаконную застройку, или планируете что-то взять на карандаш? Вот, например, аллею, которую мы показали. Как она называется, напомните мне? По аллее декабристов мы пока там занимаемся одним объектом, где было предусмотрено 4 гаража. Данные документы действительно находятся в суде. К сожалению, мы еще его не выиграли. Мы сегодня выиграли суд, я уже озвучил ранее, по участку земельному, который мы отвоевали для города. Это в Приморском парке. Это действительно зеленая зона парка. Вот это на сегодняшний день действие есть. Если взять сегодня наличие конкретных дел в суде, я бы, наверное, их озвучил уже более 30. По самым разнообразным объектам, по самым разнообразным стройкам. Это и климатопавильоны на пляжных территориях, это и занятые подторговые павильоны, я бы их назвал временные, но не почему-то у нас, я же ранее озвучил, они уже у нас постоянно оформили, там правосубственность оформила. И действительно, как сказал Дмитрий Сергеевич, это буквально в трех метрах от уреза воды, что удивляет больше всего. Но, тем не менее, факт сегодня есть. И вот мы этим вопросом проинвитаризировали, и сегодня подали документы в суд. У нас есть торговые площадки, которые на дорогах находятся. Это тоже не секрет, все знают об этом. Также поданы документы уже в суд. Первую инстанцию мы уже выиграли. То есть мы обосновываемся на реальные факты, и мы этим вопросом занимаемся. Если взять сегодня проблему с нестационарными торговыми объектами, ну, действительно, мы провели большую работу. Ребята только что ее озвучили. Мы освободили в парке, кстати, также в парке большую территорию, аллею. Так называемый у нас коммунальный окнат по улице Горького. Мы сегодня положили там плитку. Мы там сегодня установили скамейки, урны. И вы представляете, народ сегодня сидит, читает газеты, там дети играются, бегают. В общем, работа ведется, это радует. Но вот что-то с городом надо почище сделать, надо урны, поставьте везде урны. И тогда уже претензии будут горожанам, мне кажется. Потому что когда нет этого всего... Я, конечно, запишу обязательно то, чтобы мне... Я как народ к вам обращаюсь, потому что негде выкинуть бумажку какую-нибудь. Да, пожалуйста. То есть момента. Вот парк, получается, где аттракционы. Там возможно ли инвестора, который построил вот этот дом в парке, заставить, чтобы он хотя бы за счет собственных средств привел в парк порядок? Прилегающую территорию. Да, то есть потому что дом построил, а для города ничего не сделал. Парк просто запущен. И вот если сравнить ТНУ и вот этот, он вообще там садовника не было уже, наверное, лет 20 в этом парке. Все затоптано. И как вы сказали, шалманы, кафе и прочее. Нет, кафе там уже именно в парке в целом нет. А в парке нет, просто затоплено. Это я наговариваю. Высказывание Андрея, там шалманы, там только будут рядышком находиться в этом году. Мы освободили большую часть парка от всяких аттракционов. Они у нас будут находиться буквально на окраине. А весь парк у нас будет в свободную зону для гуляния детей, семей. Так принудить все-таки этого собственника. Мы вообще знаем, кто это? Я хотел бы вам сказать, вы меня немножко перебиваете о том, что данный инвестор и неинвестор-строитель уже оказал помощь городу. Вот мы сделали аллею, там выделена сумма денег, составляет это возле Северной Двины, вот куда мы планируем передвинуть предпринимателей с улицы Ленина. Так что там помощь, честно, уже есть. И дальше, да, есть у него, будем с ним работать по поводу парка. Они сделали, что-то в деревья посадили или почистили, что ли? Я не понимаю. Они сделали большую тротуарную дорожку. А, тоже надо? Да, со сплитки, старый город. Жители наши также ходят, гуляют там на сегодняшний момент и радуются. А какова судьба Дворца Пионеров? Тоже шумиха, разная информация ходит. Вы знаете, давно идет речь о Дворце Пионеров. Мои дети посещали Дворец Пионеров. Сегодня они уже чуть позрослели, уже учатся. Позиция однозначная. Он сегодня есть коммунальный объект, и коммунальным объектом останется. Никто его никому не отдаст. Спасибо большое. Я в двух словах, и я хочу в ТБО перейти и Виктора Сергеевича спросить. Парк Приморский, о котором мы говорили, где вот это некрасивое здание, которое было показано на фотографии. Смотрите, там располагался последние пару лет парк Миниатюр. Он уехал, территория осталась совершенно неухоженная, но ничего не происходит. Порядок никто не наводит там. Скажите, не является ли эта территория подготовлена уже тоже под какую-то застройку? Если нет, почему там не наводится порядок? Кому она принадлежит? Я вам отвечу, что вы уже... Секундочку, извините, пожалуйста. Нет, давайте ответьте на один вопрос. Изначально да. Как прием гража. Было все красиво, там не было ничего, кроме кафе Белая Лиля. Потом появились Киви-Киви, потом Кинг, потом мотостройка, и возникает вопрос, нет ли тенденции по уменьшению его площади. Спасибо. По данному вопросу я вам скажу, что там уже ведутся работы, вы, наверное, не заметили, там будет функционировать парк Миниатюр. Это действительно красивый объект, который пользовался экскурсионным спросом. Я думаю, что жители нашего города были довольны, что такой объект есть в городе. Лично мое мнение, я поддерживаю такой объект. Мы тоже наслышаны этим объектом, да. Этот объект, такой же подобный объект есть в Бахчисарае, вы знаете, да. Он пользуется определенным авторитетом. И мы сегодня нашли паритетные договоренности о том, что этот парк где-то буквально с 10 июня он уже будет работать. Можете прийти посмотреть. Я говорю правду. Приятно уже. Дмитрий, вы хотели ремарку? Ну, там кафе же нету. Там есть одно вот это киви-киви кафе, за которое вы сегодня говорите. К сожалению, там тоже есть пакет документов, мы им занимаемся. То есть вам уже и кафе не в милость? По поводу дельфинария, наверное, тоже это хороший объект, который сегодня пользуется. Это не только мнение. Дельфинарий тоже не надо сносить, хороший дельфинарий. Хороший дельфинарий, дельфинарий, дельфинарий. Возьмите меня советником. Дети лечатся. Конечно. Частная гостиница с обратной стороны стоит тоже, частная гостиница, прямо на парковой территории. Когда-то татары хотели там мечеть построить, им не дали, зато поставили вот эти частные гостиницы. Получается, что если не давать, так уже всем не давать. Логично. Дмитрий. Я хотел сказать, что у нас даже есть анекдотические случаи в регионе. И как раз у нас есть еще проблемные, я сейчас вспомнил об этом. У нас есть поселок Коктебель. Замечательное место, его знают все. И есть литфонд, в свое время это был дом Союза писателей Советского Союза. А за годы Украины фактически этот литфонд превратился в коммерческий объект. Это был громадный, замечательный парк в центре Коктебеля. Весь перегородили заборами, застроили. И недавно появился представитель с доверенностью Союза писателей Украины, вот в нынешние времена, месяц назад, с тем, чтобы землю людям передавать в субаренду, которая находится там. Так вот, насколько случай анекдотичен. И здесь нам очень нужна поддержка местного населения. Есть задача местной власти, администрации вернуть парк поселку. Он весь поделен на участки. Стоит два громадных недостроя. И вот даже в публичном прикамере, может даже к себе обрезать обратную дорогу. Я говорю о том, что мы будем обязательно отбиваться с носа. Будем убирать эти заборы, возвращать парку к Коктебелю. Единственный парк, который там был. К Коктебелю надо что-то делать. Это правда. Это единственное место, которое было. И вот на сегодняшний день, повторяюсь, анекдот. Человек с доверенностью от Украины, который до этого был 10 лет директором, и от имени Иваривского пилил этот парк, раздавал земельные участки, застраивал, пришел и говорит, мы доделаем то, что не успели доделать. Раздадим теперь в субаренду всю оставшуюся землю и похороним данный парк. Вот анекдотический случай. Даже сейчас такое имеет место быть. Но в свое время мы узнали, мешался глава республики, дал задание прокуратуре, и мы сейчас будем отстаивать Коктебельский парк. Удачи вам, потому что на самом деле Коктебель это такое место, которое знают, я думаю, многие, даже за пределами Крыма. Но во что превратилось это место, это, конечно, тихий ужас. Вернемся к Калужте ненадолго, поскольку так много к вам вопросов. Вы сегодня, значит, на них всех, Игорь, отвечайте. Я бы хотела зачитать первую реплику, мне занесли вопрос, и все-таки к ТБО хочу вернуться. Сувенирные лотки, куда идут деньги, налоги, в скобочках, в бюджет или благоустройство на благоустройство города? Кому принадлежит земля? Может быть, вы понимаете, о чем речь? Ну, есть разные места расположения сувенирных ларьков. Наверное, речь идет все-таки об улице Ленина, я думаю, скорее всего, на сегодняшний день. Да, земля сегодня передана коммунальному предприятию, договора заключает коммунальное предприятие, которое использует эти средства для действительно благоустройства, уборки и поддержания санитарного состояния города. Города. А люди жалуются, что плохое санитарное состояние. Значит, нужно это коммунальное предприятие, как и советник. Советник, что сегодня что-то... Всю жизнь люди жалуются на то, что плохо коммунальщик убирает. Вы знаете, это уже причемыязыцы. Ну, мы стараемся, мы наводим порядок. Я вам скажу, что Алушта выглядит совсем неплохо, поверьте мне. Хорошо, приедем. В конце прошлого года Алуштинский городской суд признал незаконным бездействие Алуштинского городского совета и местного коммунального предприятия, и выражавшийся в невыполнении требований федерального законодательства об охране окружающей среды. Речь идет о полигоне ТБО, который расположен в Алуште. О полигоне ТБО можно сегодня говорить долго. Данный полигон был расположен в городе Алуште еще в 1957 году. Функционировал довольно-таки успешно. Я бы хотел сказать, что наш полигон, не боюсь сказать этого слова, один из лучших в Крыму. Я готов отвечать за свои слова. Действительно, у нас соблюдается не все, но масса всех необходимых мер поддержания нормального санитарного состояния на сегодняшний день. Там единственное, конечно, что сегодня есть, что требует капитальных вложений, это отсутствие ограждения и, естественно, занятие дополнительной территории, которая сегодня не проведена. Ну, это отстрадают все города, не только южнобережье, а всего Крыма. Вот, в соответствии с разработчиком... Так на восточную часть распределяется зловонный запах, когда еще и ветер от этой свалки, потому что она наверху находится. Сегодня есть определенная технология, которая... ТБО накопленные на полигоне, они сегодня пересыпаются землей. Есть существующая технология, конечно. Ну, бывает, когда порывы ветра, естественно, но вы же от этого не денетеся. Это же полигон, понимаете? Это же... Ну, вот, надо просто суд обезалжить, оборудовать территорию. Я бы хотел сказать о том, что данное решение суда рассмотрено на сессии. Мы обратились с просьбой в правительство республики. На сегодняшний день разрабатывается общая схема республики Крым по обращению с отходами, где будет определено, куда какой город региона Крыма будет вывозить свой мусор. Также мы сегодня рассмотрели вопрос о привлечении предприятия, которое займется рекультивацией полигона, соответствующей при условии только прекращения действия данного полигона. Правильно. И вы на сессии должны были рассмотреть вопрос. Это суд вам сказал, да, что о выделении средств на устранение нарушений федерального законодательства при эксплуатации полигона. Выделение средств к ожилению у нас не получается, потому что их у нас нет в местном бюджете. Мы обратились, я говорю, еще раз, в республику. Давайте посмотрим. У меня фотографии есть, которые сделаны как из космоса, я так понимаю, этого полигона. Вот, пожалуйста, мы видим фото 2010 года. Вот тут есть какой-то опорный пункт или электропередача пункт. Вот он тут находится. Через 4 года этот пункт находится уже внутри свалки самой. И, в общем-то, свалка разрастается. Я же об этом сказал, что действительно существуют на сегодняшний день проблемы, которыми мы занимаемся. Проблема серьезная. Это все было связано с тем, что, извините, но было принято в свое время непопулярное решение. Все знают об этом, когда Ялта, которая в 4 раза больше Алушты, возила мусор, к сожалению, 2 года в Алушту. Сейчас уже не возит. Так на этом-то? Не возит уже. Почему не возит? Потому что на этом зарабатывали, люди посчитали, около 20 тысяч долларов в день зарабатывали. С начала 2014 года Ялта никакой мусор в Алушту не возит. Вы знаете, что она вывозит мусор в Белогорск, там существующие полигоны, соответственно, оформленные. Но вот если бы взять сегодня по емкости, то, в принципе, мы еще можем где-то, так сказать, грубо прожить лет 5 с этим полигоном. Виктор Сергеевич, могут прожить лет 5 с этим? По накоплению имею в виду. Жили многие годы, но не та жизнь, по которой должны мы жить в курортном Крыму. Понимаете, нужно решать действительно радикально. Игорь сказал о том, что сегодня есть такая программа. Недавно министр Нараев Геннадий Павлович обнародовал эту программу. Но дай Бог, чтобы она была выполнена. Я в течение своей длительной жизни в экологии уже слышал много программ, но проходили годы, и все начинали сначала. Вот и хотел... Не до экологии, да, люди? Ну да, поэтому надо сделать действительно реальные шаги в создании всей этой индустрии по переработке, по сбору, переработке, очень используя высокие технологии и так далее. Но будем надеяться, что в рамках великой страны России мы этот вопрос решим. Спасибо большое. Дим, пожалуйста. Есть вопрос, ну, наверное, не только к господину Сотову, но вообще к обоим главам администрации наших городов курортных. Простой вопрос. Где бесплатные туалеты в городах-курортах Крыма задает Сергей в Фейсбуке наш телезритель? Так, по благоустройству, по санитарному, так сказать, состоянию. Есть ли? Ну, вы знаете, к сожалению, бесплатных туалетов нет. Почему? А должны быть вообще? Ну, должны быть. Я считаю, что должны быть. Так, и когда будут курортные... Вы представляете, боже мой, это приедут эти курортники? Они... Кто-то не захочет платить? И куда это все? Ну, извините, ну, наверное, всемирная практика говорит о том, что есть платные туалеты во всем мире. Всемирная практика говорит о том, что нужно выбрасывать мусор в урну, но... Ну, тем не менее, всемирная практика говорит, если насчет платных туалетов, то их изобилие. Ну, мы-то не всегда терпорожим. Просто изобилие. Просто изобилие. Платные есть. Конечно. А по поводу Феодосии? Платных туалетов масса. Но всегда важно понимать, он бесплатен для кого-то. Для кого-то он платен. То есть выбирать городскому бюджету содержать данный платный туалет, или за него будет платить курортник. Ведь давайте так проанализируем количество людей. Какой контингент ходит в эти туалеты? Ну, да. 99% курортники. Делать его бесплатно, может, как фишку городскую, да. Но если брать с экономической целесообразности, я думаю, что это не целесообразно. Поэтому в обозримом будущем я, по крайней мере, ставить перед собой задачу появления бесплатных туалетов в Феодосии точно не буду. Это не приоритет. Я думаю, что мы найдем на что-то другое потратить все средства. Я поддерживаю коллегу. Совершенно правильно он говорит о том, что это... У нас есть годная категория граждан, которые пользуются бесплатным посещением туалетов. Это действительно есть. Вот, и они посещают, а остальные, я думаю, вполне способны по карману заплатить этих пару рублей за пользу туалетов. Если уж, да. Пожалуйста, вы хотите по Алуште или по Керче? Вот, вот, первый вопрос по туалетам. А что делать человеку, если он в воле случая оказался без гроша в кармане? Ну, бывают всякие случаи, да? Слушайте, ну давайте уже не будем... Ему идти на преступление административное. Я вам после передачи дам совет, что попросить тетечку, чтобы вас спустила бесплатно. Тем не менее, тем не менее, а может какой-то это стеснительный человек. Что вот ему делать? Ну, приспичило. Я вам хочу сказать, что, правда, за границей найти бесплатный туалет проблематично, и их там нет. И чтобы они стоят 3 евро где-то, или 2 евро. Чтобы человек мог обратиться в любое ближайшее заведение, где бы ему, ну, грубо говоря, пустили в кафе или этот самый, и не было препона. Ну, я не говорю, что это должно массово ходить люди. Вы знаете, я думаю, что если действительно кому-то очень плохо, его пустят, его пустят, поверьте. Заметьте, уважаемые вирусы, в три раза, три раза в комментариях задавали этот вопрос почему-то. Вот это довольно больно. Так что, может быть, стоит об этом подумать? Да, пожалуйста, задержка. Здравствуйте, меня зовут Виктория. Вот я бы хотела узнать, вот переработка мусора, вот когда начнется? Вот ветер, дождь, все это идет, грубо говоря, в землю, стекает дальше. Вот вообще, что, как, будем дальше собирать мусор в кучу или как? Ну, не совсем вы говорите правильно, что стекает все в землю. Есть там определенные фильтраты, которые поставлены, есть там скважины, которые работают. Берется отбор проб, это я как профессионал говорю, везется на исследование. Берется, определяется категория этого загрязнения. Все это существует. Вот предполагается в Алусе на сегодняшний день, это установка дегазации, естественно, чтобы избежать пожаров, также и взрывов соответствующих, которые, я же говорю, пересыпка грунтом, а потом будет переработка. Вот мы работаем на сегодняшний день, есть у нас уже реальные предложения, я думаю, что в скорое время мы их примем, эти решения. Спасибо. Игорь, присаживайтесь. Спасибо. Большое. Дмитрий, у меня к вам вопрос от телезрителя. Что вы думаете по поводу строительства здания на Золотом пляже? Наверное, это вопрос с подвохом, скорее всего. Я согласен с тем, если в Керчи трехэтажные лодочные гаражи, то в Феодосии шестиэтажная спасательная станция. И это однозначно тема для судебного разбирательства. Мы с прокуратурой работаем, это недопустимо. Это самый главный объект, раздражитель нашего города. Спасибо. Сергей Викторович, я приглашаю к вас. Виктор Сергеевич, извините, пожалуйста, я приглашаю к вас к миру. Спасибо. Виктор Тарасенко, президент Крымской академии наук, председатель Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир», доктор геолога минералогических наук, сфера научных интересов, вопросы экологии и безопасности жизнедеятельности, устойчивое развитие территорий, оптимальная территориальная организация природопользования, региональная, социальная, экологическая и экономическая политика, стратегия развития в контексте процессов геоэкономической глобализации. Спасибо большое, что пришли к нам. Ну, все, что вы услышали. Как вам застройка? Вы знаете, я бы все-таки хотел, так как я президент Крымской академии наук и руководитель многие годы известной общественной организации «Экология и мир», которая многие годы занимается проблемами экологии Крыма, и с учетом вот той сегодняшней заявленной темы, мне бы все-таки хотелось вот так взглянуть на эту тему, но немножко шире. Дело в том, что действительно проблема экологизации города, среды обитания нашей и городской среды, раз мы уже сегодня коснулись и Феодосии, и Алушты, и Керчь здесь, это проблема не только крымчан, это проблема всех городов России, это проблема планеты Земля. Все люди на этой планете мечтают об экополисе, и об этом идут разговоры в Амстердаме, Роттердаме, Таллине, Риге, Санкт-Петербурге, Владивостоке и так далее. И все хотят жить в нормальном, хорошем, эффективном городе. И вот эти по линии ООН, ЮНЕСКО, мирового плана конференции, саммиты, и в Яндексбурге, где мне приходилось бывать, в Манчестере, в Москве, вот, хабитат в Стамбуле, где решались вопросы именно, как обустроить город, сделать его эффективным. И все сошлись, это рекомендации всем городам мира. Должно быть, прежде всего, в эффективном экополисе, должно быть эффективное управление. То, что сегодня задавали вопросы, показывает, что не всегда оно эффективно. Должна быть эффективная экономика, должна быть эффективная социальная политика, чтобы решать вопросы здравоохранения, бедности, образования и так далее. Но все концентрированы в том, вот во взглядах, как бы, результирует подход. Это эффективная экологическая среда, это генеральные планы городов, это как некий код развития города, в котором обязательно должен присутствовать экологический императив. Прежде всего, и поэтому, не только набережная, которой действительно надо уделять внимание, не только скверы и парки, там где-то центральные зоны, это должна быть и экологические коридоры для проветримости города, это должна компенсационная зона зеленая вокруг города, это должны быть выдержаны те сегодняшние существующие мировые стандарты, когда из зеленых насаждений общего пользования, это легкие города и микрорайоны. Должно быть 12 квадратных метров на душу населения. Городское озеленение 40 квадратных метров. Мы говорим, как должно быть. Мы все прекрасно понимаем, как должно быть. Что нам сейчас делать? А я все время хотел задать вопрос уважаемым нашим мэрам. А что делается в плане генеральных планов, стратегий? Что делается в плане расширения экологической среды? Задается вопрос, а зачем вообще не застраивать эти зеленые струны? Мы их можем застроить и подключать прибыль, и жить превосходно и так далее. И вот с такими подходами и получается, что мы залазим на Поликуровский холм, мы, значит, в Васильевском микрорайоне желаем срубить Ялтинский горный лесной заповедник и устроить очередную зону кладбища. Мы лезем в Мисхор, мы лезем в Гурсов, в Олупкинский парк и так далее. Мы уже говорили о том, как нам хорошо сделали, когда отдали кедру тысячи гектар земель заповедных и так далее. То есть нужна стратегия, нужна наука, нужно понимать, насколько важно все это для того, чтобы нормально существовал город. Виктор Алексеевич, сейчас спросим мэра. А ну-ка, и что вы делаете для того, чтобы стратегия была в развитии города в этом направлении? Я хочу ответить, что мы уже приступили к разработке генерального плана. Вот у нас в данном случае работает город Красноярск. Есть уже первые разработки, мы уже рассматривали. Дальше продолжаем работу. Я думаю, где-то месяцев через 10 мы выйдем на генеральный план города Алушты. По поводу генплана? В 2013 году в Феодосе был утвержден генплан, разработанный в украинских реалиях, но серьезный, вы знаете, это проектная организация Гипрогор, Дипромиста, ведущий был проектант в Украине, с выдержкой всех абсолютно норм. Сейчас на основании данного генплана точно так же мы будем пересматривать по российским нормам. Генплана, я думаю, что в 2016 году, в 2015 году точно нет. У Феодосии появится актуализированный генплан в российских реалиях. Виктор Сергеевич, возвращаясь к теме заповедников. С переходом Крыма в состав Российской Федерации многие обсуждали, какого подчинения их сделать, федерального или все-таки местного. Остановились, они остались в местном подчинении. Это хорошо или плохо, как вы считаете? Я считаю, что это нехорошо. Почему? Потому что все-таки федеральное подчинение, когда мы были в Украине, это было подчинение государственное администрирование. И в конечном итоге, когда есть присмотр, есть закон, есть рычаги влияния на уровне государственном, все-таки это дает возможность решать и вот те функциональные задачи, которые стоят перед заповедниками. Карадахский заповедник, уровень Национальной академии наук Украины. Подождите, а может быть, Виктор Сергеевич, а может быть наоборот, потому что большие дяди с материка приезжают, они же не знают, и это не их территория, они еще не так полюбили Крым, как полюбили мы. И они возьмут и там что-то построят, а мы, наоборот, им запретим это делать. А если бы федерального значения было бы по-другому, а больших-то дядь много приезжают сейчас, и они-то земельчку присматривают. Я верю в закон. Поэтому большие дяди с материка или большие дяди на острове Крым или полуострове, как мы ее называем, в любом случае нужно руководствоваться законом, знаниями, опираться на общественность, на науку. И я считаю, что те функциональные задачи, которые стоят перед Ялтинским горлолесным, перед Крымским заповедником, это уникальное образование мирового уровня. Карадахский заповедник, крупнейший вулкан Европы, потухший юрский и так далее, и вся эндемика, и все то, что там есть в Восточном Крыму, это уровень мировой. И поэтому он должно идти и финансирование соответствующее, и научное исследование на уровне Российской Академии Наук. Это в плане научном плане, в плане финансирования через федеральный бюджет. Здесь я боюсь того, что иногда и случаются местечковые подходы и желание немножко перекромсать, давайте здесь возьмем, а там добавим. Это недопустимо. А как вам идея появления в Крыму еще одного заповедника Пушкинского в Грузовском парке? Об этом говорят, что с прошлого года музейщики пишут письма, по инстанциям пробивают эту идею создать полноценный пушкинский заповедник, поскольку там на территории... Музей находится на территории санатория, мы это знаем. Новых заповедников, новых объектов природно-заповедного фонда – это благо, это очень важно, это имеет историческую ценность, культурную ценность, эстетическую и так далее, и так далее. Я должен сказать, что вот буквально несколько часов назад в нашем Дворце культуры прошло очень важное совещание, уже второй раз у нас в Крыму посвященное Всемирному Дню охраны окружающей природной среды, и праздновали наши экологи, представители государственного нашего совета, и говорили о том, что, как много сделано в Крыму. Я тут в этом плане согласен. За несколько, вот уже это время, тут и законодательная база. И предыдущие годы мы наращивали природно-заповедный фонд, уже дошли почти до 10% территории. Это очень важно, потому что та тема, которую мы поднимаем, она имеет аспект и региональный, общекрымский, и районный в районе города, и даже микрорайонный, и потому что нужно делать озеленение микрорайонов, дорог, скверы расширять и так далее. Это огромная работа, где общественность должна работать и постоянно подталкивать власти к этому, потому что это здоровье людей. Спасибо. Дим, вопрос у тебя, и вижу третий ряд. Возьмите микрофон. Да, есть вопрос, но прежде хочу сказать, что очень бурная реакция, извините, опять же, к вопросу о бесплатных туалетах в интернете. Люди пишут, что нет, таки да, на Западе, вот в Англии, например, в Австрии приводят, все-таки есть сеть бесплатных туалетов, и замечают, что, может быть, это особенности крымского менталитета заработать на туристе и не обращать внимания на неприятный запах в собственных подъездах. Значит, вопрос есть конкретный. Возможно ли выносная торговля палатки с сувенирами на особо охраняемых природных территориях, вблизи рекреационных объектов? Вы знаете... В Ливадии делали же? Я категорически против этого. Многие годы занимаемся мы, экология и мир, ученые крымские, общественность, Ялты большой, о том, что Айпетринская плата, ну, не место для того, чтобы расширять вот эту всю там бакханалию с квадроциклами, верблюдами, лошадьми, грязью. Мы сделали съемку геохимическую, показали загрязнение почв, там карстовые полости, там 200 миллионов кубов воды рождается ежегодно, с водой у нас проблемы. Нет, мы все равно, эта тема продолжается и продолжается. Поэтому здесь вопросов очень много. Спасибо большое, Виктор. Пожалуйста. Можно ли заниматься? Ну, вообще, можно сказать, что любой вид деятельности в заповедниках, он строго регламентируется, он прописан в положениях заповедниках, и там, где это, ну, будем говорить, они еще, эти положения, они приведены настолько в правовое поле Российской Федерации, поэтому эти, будем говорить, издержки еще имеют место, ну, будем говорить, там, в районе водопада Учинсу, в районе Айпетри, ну, это территория, которая примыкает, будем говорить, к территории заповедники. Это, будем, ну, в районе троп. Это еще на сегодняшний день пока не изжито. Ну, в принципе, я думаю, что мы должны прогрессировать и, ну, все-таки полностью работать в правовом поле Российской Федерации. Спасибо. Пожалуйста. Это моя фамилия Чепурко, я заведующий отдела субоохранимых природных территорий Гусском леса. Значит, мы уже с Виктором Сергеевичем знаем друг друга давно, я работал в охране окружающей среды Минприроды Крыма, тоже занимался заповедным делом. Значит, я считаю, что Виктор Сергеевич не так все просто, как нам кажется. Значит, федеральный уровень, это может быть и хорошо, но нельзя так безальтернативно об этом говорить, поскольку мы вот сейчас начали передавать самый большой, самый наш основной крымский природный заповедник на федеральный уровень. И что в результате получается? Юридическое лицо уничтожено. Значит, отдел, на правах отдела заповедник остался 43 тысячи на минуточку гектаров земли. Если брать еще, он имеет международный статус, учитывая водноболотные угодья по Рамсарской конвенции, это вот филиал Лебяжьи острова и Каркиницкий заказник. Значит, получается, наука уже теперь не нужна. 90 лет заповедник занимался наукой и по той же программе летописи природы. Теперь штат науки сократили полностью. Значит, лесная охрана тоже оказалась не нужна. Это передали на федеральный уровень? Передали на федеральный уровень, это комплекс Крыма. Так вот, сейчас там, может быть, кто-то уже что-то себе присмотрел. А почему так? Как вы думаете? Тут надо не торопиться. И в любом случае процесс передачи на федеральный уровень наших заповедников непростой. Он займет определенные годы. Так говорили, что на местном уровне они останутся в ведомстве местном или нет? Ну, сейчас этот вопрос еще до конца не решен, поскольку есть земля, пока находится в собственности республики Крым. И, в принципе, есть такое решение, чтобы оставить их пока на региональном уровне. Но даже при условии и желании передачи на уровень федеральный, нам нужно полностью получить все госакты на землю, ну или как в Российской Федерации это свидетельство на право собственности на землю или право пользования землей. Получить кадастровые координаты, завести это в реестр земельных участков Российской Федерации. Потому что федералы, допустим, Минприроды Российской Федерации или еще какой орган государственный, который решит забрать или Академию наук, заповедники, они не могут принять воздух. Им нужно что-то передать, не воздух. Поэтому... Большой кусок работы, понятно. Почему убрали научные... Ну, это трудно. Крымский заповедник сейчас ушел из нашего видения, и мы, в принципе, не обладаем информацией, чем руководство... Ну, что я могу сказать, коллега Дорогой. Спасибо. Я высказываю не только свою позицию, я высказываю позицию ученых Крымской Академии наук, очень известной общественной организации «Экология и мир». Мы тоже проводили встречи. Есть совет общественный при нашем Министерстве экологии и природных ресурсов, где мы тоже эти вопросы вместе с учеными Таврического университета. Есть позиция очень известных сегодня специалистов, которые считают, что то, что я сейчас озвучил, оно более правильно. Ну, и есть, наконец, у нас арбитр. Это общероссийский народный фронт, в который я вхожу в его, как называемый, крымский штаб. И сейчас мы готовим предложение по секции «Общество и власть», нашей власти, и уже договорено Сергеем Валерьевичем о том, что мы ряд вопросов будем обсуждать, в том числе и этот вопрос, наряду и с Акародакским андезитом, и так далее, и так далее. Поэтому проблемы надо решать. Они не простые, но их надо решать с видением стратегического развития Крыма в составе Российской Федерации. Виктор Сергеевич, спасибо вам, большую удачу. Присаживайтесь. Спасибо. Я вижу... Да, пожалуйста, девушка. Здравствуйте. Я студентка Крымского федерального университета. И вот нас, как студентов, да, и молодежь, в принципе, волнует проблемы экологии. Нас волнует то, как мы будем жить и как будут жить наши дети. Мы вот на маленьком нашем уровне хотим возродить традицию субботников. Хотя бы как-то помогать. Да, власть решает большие проблемы, а мы хотя бы на своем уровне хотим возродить культуру, чтобы люди хотя бы сами за собой убирали, чтобы они поменьше мусорили. Потому что от этого тоже зависит как бы сознание людей. Это правильно. Вот за это спасибо. Да. Спасибо, это хорошее. Да, пожалуйста, у вас и последнее слово вам даем. Да, я очень коротко. Вот девушка совершенно правильно сказала, есть же поговорка хорошая, да, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Вот сегодняшняя дискуссия, да, хотелось бы такой итог подвести небольшой. Масса вопросов отпала бы, если бы у нас в Конституции было прописано, каким курсом мы идем. У нас написано, никакая идеология не может быть доминирующей. Если у нас в центре стоит прибыль, как сказал Виктор Сергеевич, да, там, зачем нам зеленые зоны, давайте застроим их, да. Если у нас будет прибыль, человек перемещается на второе место. Если у нас на первом месте прибыль, человек уходит, да, следовательно, ну, коммерция занимает все основное место, человек со своими там какими-то потребностями уходит в сторонку. Если будет прописанным устроем, общество, децентр будет человек, все проблемы отпадут. Прибыль идет на второй план, и все действия будут делаться ради человека, выявляя человека, тогда не будет проблем масса, от которых мы сегодня говорим здесь, которые поднимаем. А жить городу на что? Это же тоже объект, то есть только бизнес, а они дают налоги. Ну, это не должно быть ущерб человеку, вокруг него должно все вращаться, не вокруг денег, это, ну, просто цифры. Всем это понятно. Да, пожалуйста. Девушка, пожалуйста. Здравствуйте, моя фамилия Центинь Елена Владимировна, город Керчь, я директор детского центра УМКО. И будем говорить так, я хочу обратиться к вам, наши мэры, мы живем в Крыму, и вы все равно наши мэры, город Феодосия-Алушта, с таким вопросом. Я хочу сказать, что действительно проблема очень важна. Это прибрежная зона, да, и парковая зона. Но сейчас существует и идет война, война между предпринимателями и властью. И я хочу сказать, что для того, чтобы закончить эту войну, нам надо сесть за стол переговоров. В чем эта война? Я предприниматель, которая в 2002 году открыла детский центр в бывшем детском садике. И сейчас 13 лет, ну, я просто кратко случай, но это актуально для всех. Феодосия-Алушта то же самое. И хотят через 13 лет забрать. И многие предприниматели... Что значит забрать? Хотят что-то снести, вас куда-то перенести, хотят забрать ваш бизнес или что? Нет, хотят забрать полностью здание, будем говорить, что отменить сессию, где принята была приватизация данного объекта. Я хочу задать вот какой вопрос, не конкретно по мне. Вы понимаете, ведь когда на Украине и в прошлое нашей жизни, будем говорить, покупались эти объекты, или люди строились, или брали в аренду, или делали гаражи, и когда мы пришли к новой власти, никто не ждал, что нас будут выбрасывать из наших домов. И, простите, те же двухэтажные гаражи, и те же предприниматели, которые строились и вкладывали свои деньги, и, будем говорить, жили для того, чтобы процветать и приносить налоги нашему государству, сейчас нас выбрасывают. Вот самое натуральное... Наверняка дают какое-то... Сейчас мы спросим мнение мэров. Можно я задам вопрос? Просто существует такой шанс, должны давать предприниматели, сесть за стол переговоров. Власть и предприниматель. То есть, получается... Спасибо. Дмитрий, вот у вас проблема с предпринимателями. Я поняла ваш вопрос. У вас проблема с предпринимателями. Вы садились за стол переговоров? Я бы предложил уйти от обобщений. Говоря о предпринимателе, когда это определенная группа людей, и обобщают, что это абсолютно неправильно. В Феодосии есть тысячи предпринимателей, с которыми есть абсолютно замечательный диалог у власти разного уровня. И есть, вот сейчас, в данный момент времени, небольшие трения с группой предпринимателей, с которыми мы однозначно найдем компромиссный вариант. Это чтобы было... Вот все предприниматели, война с властью, это бред. Никакой войны нет. 99% работает в абсолютно нормальном контакте. Это первое. Второе. В свое время все прекрасно знают, что когда кто-то в украинских реалиях строился в парке, строил трехэтажный лодочный гараж или шестиэтажную лодочную станцию, или приобретировал детский сад... То они нарушают. Каждый прекрасно понимал. Но просто он знал, что пропетлять можно. Да, вот возмездие, если он рано или поздно приходит. Но вы правы в том, единственное, в чем вы правы, что в любом случае бить до конца, выгонять тот же детский сад в Феодосии. Да, там есть наработки, хорошие, плохие по охране детского зрения, по лечению. Наша задача предложить им вариант, где им разместиться. Альтернативу, конечно. Абсолютно правильно. Мы это понимаем. Нет задачи убить бизнес. Можно я скажу, только вы забываете о том, что 10 лет или сколько там они были в аренде, они вносили деньги на то, чтобы это здание восстановить. Питая иллюзию, что это их до конца, это не их, это городское. Я скажу, вы знаете, 10 гарантий для Крыма, 1 секунда. Я понимаю, 1 секунда. Нет, подождите, мы вашу проблему уже обсудили. Мы обсудили вашу проблему, я прошу прощения. Ну, как бы да, мы же ответили на ваш вопрос. Не до конца, к сожалению. Игорь, у меня такой вопрос. Часто жители прибрежных городов привыкли, как жить? Три месяца сдают свое жилье и год на это живут. Где работаю, нигде не работаю, чем занимаюсь, чем не занимаюсь, сдаю жилье. И вот приезжаешь в прибрежный город, сразу на тебя на автовокзале или где-то еще, значит, эти люди, и вот тут и квартира, и номер, и так далее. Как сейчас в российских реалиях, в двух словах, я понимаю, что это не по теме, но это вот по теме предпринимателей, потому что это ж нужно как-то узаканивать вот этот весь процесс или нет? Как это в прибрежных городах будете решать эту проблему? Если сегодня взять о вопросе диалога, ну, естественно, диалог мы ведем однозначно со всеми предпринимателями. Есть действительно 95%, с которыми мы нашли компромисс. Мы предоставили альтернативу, это однозначно, к тем местам, которые у нас сегодня есть. У нас, конечно, трудности в настоящий момент. Опять я бы хотел озвучить, это улица Ленина, с которой у нас не получается. Наверное, у Дмитрия Сергеевича там свои есть проблемы, которые тоже у него проблематичны. Но, тем не менее, мы все время в диалоге. Как будете решать проблему с сдачей жилья? Чтобы мы так бездумно, понимаете, приехали и что-нибудь сдвинули, мы находим диалог. Проблема с сдачей жилья. Насколько это законно в российских реалиях? Или еще этим не занимались? Сейчас нерешаемо. Нерешаемо, но... Приводящие также работают, берут от 10 до 20%. До 20%. Да, даже если теоретически, как ИП, они оформятся, все равно они показывают свой доход. Нереально. Точно так же физические лица, которые сдают свое жилье в наем, мы сейчас ищем путь. Но, в принципе, если говорить о законодательстве, это в следующем году, в 16-м году, они будут декларировать доходы этого периода. И сегодня прийти им сказать, будь добр, заплати налог, скажут, я приду вот в апреле 16-го года. Поэтому, к сожалению, большому налогообложение физических лиц проблемное. Хотелось бы отметить, что обычно это неорганизованные отдыхающие, которые приезжают. Его, к сожалению... Да, неорганизованные. Его, к сожалению, на сегодняшний момент практически нет. Да, да. Спасибо. Очень правильно, в канун курортного сезона, в следующий раз, соберите по этой тематике в студии людей. Обязательно. Потому что, правда, те люди, которые на это живут, они по этому поводу не годуют. Очень важный аспект один. Когда население ставит задачи перед властью, абсолютно правильно ставит, население всегда забывает, что власть это лишь механизм перераспределения тех средств, которые мы зарабатываем в виде налогов на городской бюджет, а потом тратим на те задачи, которым ставит население. И без поступления от населения этих средств нам будет нечего тратить. И время, когда спасибо федеральному бюджету, это не будет бесконечно долго. Мы должны учиться быть самодостаточными. Но когда человек сидит и тыкает тебе пальцем в мусор на улице, при этом у него 30-40 номеров, и он за них ни копейки не заплатил, ни за вас мусора, ни налогов, а, к сожалению, таких людей масса, возникает вопрос, правильно ли это. Да. И хотел бы я добавить, кроме мусора, конечно, прилегающие территории. Такой основополагающий вопрос, очень серьезный, понимаете, да. Действительно стоит гостиничка, там 2-3 этажа, будем так, 12, 16, там 40 номеров. Частного дома. Да, возле частного дома. А дорога возле него или тротуар возле него вообще не благоустроены, понимаете. Оказывается, власти виноваты. Неужели нельзя подсуетиться, прийти на компромисс с властью и сказать, давайте, мы хотим вложить денежные средства, которые мы заработали. Никто не будет делать, но есть всегда, мы все прекрасно знаем, что есть договор долевого участия, или как он называется. Это раньше было так, сейчас его нет. Но сейчас же, наверное, эти договора тоже можно сделать. Вы не учитываете, что это жилье, оно строится как жилье, понимаете? Там нет договора долевого участия. Давайте вас пригласим к микрофону, вы нам расскажете по заповедным зонам. Продолжение следует... Свою трудовую деятельность начал слесарем 3-го разряда строительного управления треста «Киевдорстрой». Василий Тольфович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот хочу напомнить телезрителям, что вы бывший директор санатория Черноморский, да? Да. Дельфин 2001, просто многие наслышанные по поводу чайного домика Януковича, по поводу Пригоцкого. Все это времена, понятно. И вот о Дерибане-то вы знаете не понаслышке, потому что в то-то время в 12 гектаров Магарача быстренько отдали территорию Дельфин 2001. Я пришел, будем говорить, в 2005 году руководителем парковой службы. А потом я не пришел туда сразу директором в санатории Дельфин. И то, что в принципе на тот момент уже как бы эти объекты существовали. Поэтому... А, то есть это без вас уже? Да, это было без меня. Поэтому я информацию черпал также из средств массовой информации. Я не к тому, что это вы виноваты. Я к тому, что вы как раз знаете механизм вот этого Дерибана. Я вот то, что касается, допустим, по Ялтинскому горно-лесному заповеднику. Это моя работа с 92 по 2004. И, допустим, Республиканский комитет по охране окружающей природной среды. Это как раз был пик, когда отжимали земли в парках. Вот это я могу как бы и механизм видел, и развал этих судебных дел, которые происходили. И аргументация судов, почему это происходило. Вот здесь я как бы... Вот как сейчас дело обстоит? Почему? Потому что вот если в ходе проверок, например, выясняется, что строят в той или иной зоне, в том или ином заповеднике, высокопоставленный, все-таки это как рефреном у нас, у меня этот вопрос звучит каждому из гостей, но, тем не менее, люди всегда задумываются об этом, да, и этот вопрос задают наши телезрители. Высокопоставленный чиновник строит или какая-то фирма-застройщик, о чем говорили керчане, будете ли вы писать письма в прокуратуру, будете ли вы просить, или все-таки мы это оставим и... Ну, во-первых, лица, которые осуществляют контроль, они все являются государственными служащими. И, конечно же, если человек, видя нарушение, тот, который согласно должностных полномочий ему наделено осуществлять контроль, пропускает это нарушение, он сразу же сам попадает под ответственность за непринятие мер. То есть это уже, будем говорить, коррупционные действия. То есть, значит, тот, который не заметил, уже, соответственно, имеет интерес, почему он это не заметил. На сегодняшний день в Российской Федерации, в общем-то... Достаточно жесткие законы, никому не хочется. Да, достаточно жесткие законы и достаточно более прозрачное правило, потому что ведь многие вещи, ну, ни для кого не являются секретом, что, допустим, любое, допустим, действие по земле прорабатывалось, будем говорить, юристами, грамотными юристами для того, чтобы эту землю отжать. Ведь выигрывается десятки судов, на самом деле. Это говорит о том, что люди, которые получали эту землю в собственность, они продумывали все до мелочей. Вы в прошлом году заработали 4 организации, да, резко, 14 миллионов рублей в сезон, я так поняла, да? Но это небольшая сумма, в общем-то, для... Во-первых, как заработали? Ну, это, будем говорить, вот те рекреационные площадки, эколого-просветительские маршруты, где осуществляется платный проход. Согласно законодательству Российской Федерации, лесной фонд, он является общедоступным, то есть люди могут... с них плата не вберется. Плата берется только за определенный вид услуг. Вот давайте поподробнее для наших телезрителей. Куда имеют право брать плату, а куда ты можешь сказать, что это незаконно? Ну, будем говорить на... Какие-то стапы-бендеры. Да. На объектах природозаповедного фонда это те, будем говорить, маршруты, которые прописаны в положении, то есть и согласованы с Министерством по охране окружающей природной среды. Как людям знать, что это те маршруты, которые согласованы с Министерством? Это где-то есть на сайтах? Это какая-то информация будет... Да, информация есть на сайтах Госкомлеса, есть информация, допустим, в Ялтинском горно-лесном заповеднике, в Карадагском. Все, которые осуществляют хозяйственную деятельность, у них есть... даже если человеку будет интересно, из чего состоит цена этого билета, это, допустим, вывоз мусора, там, переноска, там... То есть расчеты даже есть? Конечно, конечно. Это не просто так вот сели с головы, там... Ну, примерно, какие цены на этот сезон? Ну, они не выше прошлого года, это там 100-200, в Карадагском там у них, по-моему, самая пиковая цена 300 рублей. Пожалуйста, вопрос от людей в камуфляже. Вы, Василий Анатольевич, хотите вопрос? Добрый вечер всем. Я представитель народного ополчения, и всем известно, что народное ополчение в сегодняшний день охраняет Симферопольское водохранилище, санитарную зону. Вот вы сейчас только что озвучивали, что можно взять оплату, плату за определенные услуги. Ну, в лесу, рядом с водохранилищем, прямо в санитарной зоне, стоят беседки, и от людей берут плату 50 рублей от человека за отдых. Но там нету никаких условий, даже нету ни одной урны. Как это, беседка есть? Ну, и нету мангала для шашлыка даже, нету противопожарных, никаких условий. А кто берет? И нету туалета. Кассово ваш, наверное, такого-то аппаратка? Нет, ну, во-первых, это, наверное, все-таки искаженная информация, потому что на сегодняшний день... Не искаженная информация, я лично охраняю эту территорию, я лично трафалет оттуда убрал. Тогда будет моя просьба к вам задержать этих людей, вот, просто остановить, и я лично приеду, потому что их действия являются противозаконы. На сегодняшний день... То есть 50 рублей платить никто не должен из симферопольцев, которые там... У них офис находится на улице Курзовской, далеко идти не надо. Мы проведем журналистское расследование. Давайте, мы готовы поучаствовать в этом расследовании. Кто там берет и за что. Интересно. Потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день, физические лица, физические лица, вот мы разрабатываем проект закона, они могут участвовать, брать на условиях аукциона, брать рекреационные участки, обеспечивать там порядок, и таким образом взимать плату за услуги. Но это будет путем аукционов. То есть на сегодняшний день... Спасибо. Вы еще хотите? Нет? Вопросы зала. Я вот хотела еще задать вопрос, можно сказать всем. Почему правоохранительные органы вообще никак не реагируют на то, что застройка какая-то идет именно, ну, вот в таких именно, как бы, местах? Застройка, ну, как не реагируют? Говорили же представители власти? Или как они должны реагировать? Не, ну, я считаю, что реакция должна быть, что, как бы, придут и не будут, ну, поговорят там, может, как-то, ну, как бы между собой, я не знаю точно. Я вас услышал. Все дело в том, что на сегодняшний день еще действуют определенные стереотипы. Если, допустим, не поступило заявление там, или, допустим, нету там прокурорского какого-то реагирования, ну, будем говорить про правоохранительные органы, пожалуйста. Так вы ответите. Не, 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 это коллега просто. Зам. директора Ялтинского заповедника Чернышев. Я хотел бы поддержать Василия Анатольевича, сказать, вот, по поводу вопроса, только что заданного, что не принимаются какие-то меры реагирования. Соответствующие меры мы всегда принимаем. Дело в том, что по застройкам, там, каким-то незаконным выделением земельных участков, мы узнаем уже в большинстве случаев уже по факту самой застройки или принятия каких-то действий, то есть на местности. Понимаете? Потому что все вот эти материалы по землеустроительной, да, по выделению земельных участков, они находились в органах местного самоуправления. То есть уже… Реагируете, но по факту, получается. Да, мы реагируем уже фиксируем. Ну, так, может быть, сделать так, чтобы Вас это ставили в известность, когда там что-то начинается? Нет, я не об этом хотел сказать. О том, что эти материалы по отводу, допустим, земельных участков, вот строительство, они, ну, не находятся в лесах хозяйственных предприятиях или в заповедниках, понимаете? Ну, вот как раз из комментариев у нас вот по поводу Ялтинского горно-лесного заповедника, вот рядом с воинской частью в поселке Гаспро пишут, что идет какое-то строительство и еще приводят примеры там менее масштабные. Как это все решается? Это как раз вот те 25 дел, которые находятся в судах. Но, будем говорить, те люди, которые, ну, на сегодняшний день, они прекрасно понимают, что, может быть, им эти дела удастся затянуть в судах. И таким образом, ну, вы же прекрасно понимаете, что суды – это тоже есть определенный элемент субъективизма. И те люди, которые, будем говорить, из прошлого, они прекрасно понимают, может, а может, и удастся. Ну, рисковые. Но дела идут, да? Дела идут, да. По этим объектам, там же их ни один и ни два. Нет, я говорил, 25 дел. По краям заповедника. Это и Лубкинское лесничество, это и Гурпогурзуфу, это и Левадия, то есть дела. А Мисхорский? Мисхорский парк – это не наша компетенция. Массандровский, Мисхорский. А это администрация парков памятников, это другая? Да. Хорошо. Василий Анатольевич, спасибо вам большое, присаживайтесь. Я бы, Виктор Сергеевич, вы так рассказывали о нашем Крыме, вы так вот с воодушевлением говорили о территории, о том, что мы должны заботиться в экологическом плане и во всех других. Вот за что вы любите Крым, скажите мне? За что люблю Крым? В двух словах, да. А вы знаете, это необъятная тема. Из-за его истории. Я ведь геолог и знаю особенности формирования Крыма. Мощные процессы вулканические, магматические, субтропические, растительность тропическая в разные эпохи. Потом пошел в социум, тоже миграция народов и все. Конечно, ландшафт. Все, кто к нам приезжает, говорят, ах, ох, вундершаун, практфоль и так далее. Уникальный регион. Вот нам и надо его сохранить. И, конечно, зеленое жерелье, о котором мы сегодня говорим. Лесные зоны, природно-заповедный фонд. Это богатство мирового уровня. Вот что я хочу сказать. Вы с большой любовью говорите о Крыме. А давайте посмотрим, за что крымчане любят Крым. Вот подытожим тему нашей передачи. Давайте. Да, пожалуйста. Я очень люблю Крым. Это там, потому что здесь очень богатые дары природы. Воздух просто замечательный. У нас леса, море, горы. За людей доброжелательных, веселых, как вы. За хорошую погоду. Ну, вообще, Крым прекрасен. Очень любим. У нас живут здесь самые лучшие веселые люди, жизнерадостные. У нас очень солнечно, тепло и вообще зелено. Наш Крым замечательный уголок. У нас интернационал. У нас живет здесь много разных народов. Мы живем все дружно, мы очень любим наш климат, ждем всех отдыхающих и туристов. Крым я люблю, потому что это моя родина. Не любить Крым просто невозможно. За его природу, и за ту красоту, и за ту радость, которую он дарит людям. И очень огорчает кошмарное отношение к нашему Крыму. И леса, и парки. Вы же видите, в каком состоянии. Даже наш пруд, даже цветочка нигде не высажена. Это все огорчает. Я крымчанка коренная и очень люблю свой край, люблю свой Крым. Просто хотелось, чтобы было бы чище у нас дома. И будет все хорошо. В чем-то, да, природа хорошая. Все-таки красиво, горы. А не любите? Цены дорогие. Наконец-то мы в родине. Мы сами россияне пожизненно. Мы уже 21 год здесь живем. И как были гражданами России, так и остались. Мы просто обожаем свой Крым. Мы с 94-95 года здесь были гражданами России. Ну, с Дагестана. Здесь живем. Как раз таки и вернулись обратно же в Россию. Ну, любим Крым. А что любят Крым? Люди едут сюда, отдыхают, понимают, в других городах. То есть, да, в самом-самом Крыму находимся. Родилась в Крыму, живу в Крыму, учусь в Крыму. Это жемчужина нашей России. Поэтому люблю его просто за все. За море, за погоду, за все. Спасибо большое. Это было мнение крымчан. Мы решили закончить вот таким позитивным опросом, скажем так. Дим, как крымчане проголосовали по тому вопросу, который ты задавал? Конечно. Для начала, значит, озвучим опрос в интернете. Кто может остановить застройку парков и заповедников? Наши пользователи ВКонтакте и Фейсбуке проголосовали следующим образом. За то, что, в первую очередь, это власть может сделать, используя закон 41%. Верят в общественный резонанс 32%. И пессимистов в интернете у нас всего лишь 26,5%. Видишь, народ в интернете уповает на власть. Давайте посмотрим результаты телефонного опроса. Так, у вас выше 4 тысяч у нас звонков. Ну что ж, мы видим, что 59% это те люди, которые считают, что в первую очередь остановить вот этот беспредел, застройка и зеленых зон, должны народ и общественники. То есть активные телезрители нашего активного телешоу. Ну а во власть верят всего лишь 17%. И 24%, заметьте, думают, что это лакомые куски. Но опять голосование интернета и телефона. Немножко отличается, да, немножко разная аудитория, но тем не менее очень показательно. Я предлагаю заканчивать. И как мы поняли, в истории с заповедными парковыми территориями все не так уж просто. Главное, чтобы власть имела в этом вопросе жесткую политику и не шла на поводу у крупных бизнесменов. Ну что ж, встретимся в следующий четверг в 20.00 в прямом эфире. Я напоминаю, что только в нашей программе мы показываем и рассказываем все как есть. Это была Мария Волконская. Всего вам доброго.